Девушки отдыхают Научный злобный план Замыслили они Чтобы землю захватить И всех поработить Вот пинкер, вот и мозг Вот пинкер, вот и мозг Наивный саентизм Несложно объяснить Их дополняет власть Ведь жизнь их удалась Вот пинкер, вот пинкер, вот и мозг Мозг, 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 мозг Нейронауки, биологи Здравствуйте, мои дорогие друзья С вами Александр Шадов Сейчас мы будем разбирать четвертую часть Книжки пинкера Эта часть называется Познай себя Мы начинаем сразу с главы 12 Минуя предисловие, ибо оно в данном случае Смысла особенного не имеет Для нас не имеет особенного смысла Сейчас я сделаю погромче звук А то как-то он потише Вот вопрос С какой еще реальностью мы ВКонтакте Интересно, да, с какой реальностью мы ВКонтакте Давайте узнаем Отправная точка в признании человеческой природы Благоговенный трепет И смирение перед лицом Ошеломительные сложности Ее источника мозга Ну вот начинается мозгопоклонничество У нас сразу Ну поехали дальше Не умение опознать крутой обрыв Голодную пантеру Или ревнивого супруга Может повлечь за собой Мягко говоря Неблагоприятные последствия Для биологической приспособляемости Фантастическая сложность мозга Существует в том числе и для того Чтобы регистрировать важные факты О мире вокруг нас Но во многих областях Современной интеллектуальной жизни Этот трюизм отвергается В соответствии с релятивистской философией Превалирующей сегодня в академических кругах Реальность социально сконструирована Использованием языка Стереотипами и медийными образами Идея, что людям доступны знания о мире Наивно Говорят сторонники таких течений Как социальный конструкционизм Научные исследования Культурные исследования Критическая теория Посмодернизм И деконструкционизм Согласно их воззрениям Наблюдения всегда подвержены влиянию теории Теории идеологизированы и политизированы Так что любой, кто заявляет Что владеет фактами Или знает истину Просто пытается захватить власть над остальными Ну, окей, действительно Действительно есть такие позиции Но есть такой здесь нюанс Что аргументов-то не будет В конце, да То есть он просто взял, перечислил Просто есть истинная картина Пинкера для мира Истинная картина мира Пинкера В которой невидимый и неизлучаемый человек прошлого Где-то встречал пантеру и обрыв А есть ложная В которой сомневаются в том, что познание возможно Есть вера в то, что мы изучаем факты вокруг нас А есть сомнения в этом, да Соответственно, если ты, короче, вот как-то так Первая позиция лучше просто потому что Аргументов тоже не будет Куча тупых современных академиков Они не заслуживают аргументации, простите, да Они ведь быдло На колени гуманитарии Тупые доказательств не будет Вот-вот Пинкер Вот в этом весь Пинкер, соответственно Более того, Пинкер утверждает, что релятивизм превалирует сейчас в академических кругах И, честно говоря, никогда такого не замечал И статистика обычно говорит об обратном У нас вот по вопросам морали и философии Больше 60% философов Философов вообще-то, философы Верят в моральные факты Не, конечно, моральные факты Это вообще антинаучная штука, как таковая То есть, ну, очевидно Очевидно, что моральные факты Это не про науку, скорее Но и не про релятивизм одновременно с этим И не про невозможность познания, скорее То есть, скорее всего, подавляющее большинство людей Которые верят в моральные факты Они в познание, скорее всего, верят Еще во что-нибудь там сверху верят Они по-любому не релятивисты Ну, в области этики они точно не релятивисты Как минимум Соответственно, да И сейчас Пинкер будет нам рассказать о том, чего не понимает Впрочем, об этом и вся книга Ну, вот такая вот тема бывает Релятивизм связан с доктриной чистого листа двояким образом Во-первых, у релятивистов есть убогая психологическая теория Согласно которой О, убогая психологическая теория, моя почти Согласно которой Разум не оснащен механизмами Предназначенными для того, чтобы отражать реальность Все, что он может делать Это пассивно загружать слова, образы и стереотипы Из окружающей культуры Во-вторых, доктрина чистого листа Использует релятивистский подход к науке Большинство ученых считают, что работу Продолжают свою работу продолжением обычной способности понимать Что нас окружает и как все устроено Ну, круто Большинство ученых читают Все, конец Диалог закончен Ну, дальше и не надо Ну, поехали разбирать по пунктам Во-первых, у релятивистов нет подобной теории Более того, без аргументов Высказывать Наздавать чужую психологическую теорию убогой Это ли не поспешно? Начнем с того, что релятивизм Это про то, что существует множество разных подходов к познанию И не только К взгляду на мир И все они имеют место Человек – мера всех вещей Соответственно, как говорил Протагор Мне кажется, что большинство людей, называющих себя релятивистами Не особо задумываются о том, что у разума совсем нет таких механизмов отражения реальности То есть, кто-то задумывается, кто-то не задумывается Кто-то говорит, что их нет Кто-то говорит, что, а может быть, они есть, но они недостаточно хороши И все равно искажают картину Кто-то там думает еще что-то И проблема заключается в том, что это, по сути, и не нужно для поддержания релятивизма Даже если мы отражаем мир в некоторой степени достоверно Хотя вот ученые, они тоже, знаете, они не наивные реалисты в этом плане, безусловно То есть, мы не точно отражаем мир Мы его отражаем как-то все же несколько косвенно Как-то мы перерабатываем всю эту информацию То есть, вот не то, что мы видим, есть на самом деле Например, передо мной стоит микрофон, и он не черный на самом деле Вот если мы лишим его человеческого восприятия нашего Сам предмет, который здесь находится, представляет собой определенное скопление атомов Решеток разных, кристаллических, свыше уже Потом там, не знаю, уже материалы вот эти все друг на друга наслаиваются Но они не черные, они бесцветные, по сути, получаются А вот цвет мы получаем благодаря непосредственно волнам, которые отражают данный предмет Да, то есть, это не в прямом смысле наивный реализм И ввиду этого, ну опять же, вопрос То есть, мы достоверно, ну не достоверно, ученые достоверно Ученые, как им видится, достоверно знают, что мы не являемся Ну, что мы познаем не наивно реалистически Концепция познания и восприятия, которую продвигают ученые Она радикально отличается от наивного реализма Это значит, что все-таки как-то мы мир этот искажаем при восприятии Значит, мы как-то его немножко по-другому понимаем И, соответственно, это может быть принципиально важно именно для познания Для меня вполне очевидно, что есть у нас две задачи в мире Практическая задача и задача теоретическая Две фундаментальные задачи человечества, так скажем Вот они, мега фундаментальные задачи человечества И все они решаются по-разному Практическая задача не упасть в ров Практическая задача не умереть Практическая задача, там, не знаю, сыто питаться и, допустим, там оставить потомство Допустим, да Огромное количество практических задач и теоретическая задача теоретическая задача по сути представляет собой что она представляет собой совершенно другой процесс узнать истину узнать реальность как она устроена для того чтобы не попасть в ров и не обязательно знать истинную реальность надо научиться определять ров или как минимум надо научиться определять а в каком конкретном месте в каком конкретном месте нас ждет собственно падение до феноменальном этом мире ну и мы собственно рассчитываем на наши феномены в данном случае даже в случае с эволюцией даже в случае с учим с принятием эволюции нам ничто не гарантирует того что мы воспринимаем и познаем реальность как таковую то есть наши механизмы защиты и выживания могут быть настолько хороши настолько чтобы мы выжили как минимум ну например у червей таких механизмов вообще значительно меньше они все равно выживают не знаю муравьев их тоже немного но они тоже выживают у кого-то там еще больше чем у нас механизмов там тепловизоры какие-нибудь еще чего-нибудь но они тоже выживают конечно вот и в этом плане даже теория эволюции она не дает нам ответа представим что мир устроен так как сказано эволюционистами да допустим даже это не дает нам гарантии на то что мы познаем мир делаем это более менее объективно и как-то вот так вот пингер по какой-то причине практическую теоретическую задачу просто объяснил объединил без объяснения почему он их объединил потому что ну на мой взгляд действительно задачи категорически разные обрыв не знаю обрыв 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 там не заменовать миновать хищника или узнать а что такое этот закищник как он там выглядит что у него никак он выглядит что что в нем вообще есть откуда он появился то есть да за задача теории в том числе вот познаватели нашей теории теория реальности это узнать а чё вообще-то тигр вообще-то делает как он откуда появился каковы причины этого тигра по сути да практика нового тигр бежим то есть да вот вот это два разных режима работы и восприятия и осмысление и так далее так далее так далее да пинкер опять пытается переиграть самого же себя в шахман на шахматной доске из выдуманных им же самим глупости и это ну на мой взгляд крайне странно во-вторых осуществует ли вообще разум как таковой для меня этот вопрос крайне характерен то что со времен платона я просто сомневаюсь его существования то есть мы читаем платона платон постулирует наличие разума ночью платона немножко он постулируется но один из основных пропагандистов разума это платон почему ты не видишь стульность у тебя разума нет соответственно ну вот здесь можно сказать что разум это такая способность без которой во первых можно было бы обойтись по крайней мере в нашем практическом опыте можно было бы обойтись не нужно не нужно видеть стульность чтобы выживать до стульность это какая-то уже вот ерунда и более того всякие платоники включая кстати философов разных они еще превышают способности разума а сиентиста они вообще изменяют определение разума что вдвойне нам и как бы усложняет задачу да мы уже спрашивали пене в принципе интересно существует ли разум как таковой как отдельная способность как конкретно отдельная способность не является ли анализа создания абстракции частью какой-нибудь более общей способности там например я не знаю способности к речи к воображению того вот чуть-чуть вот такой пак памяти может быть да более того я считаю что разум без памяти принципе в кавычках но не вас невозможен так что в целом какой-то переплетению этих способностей она всегда имелась и дано должно иметься вообще трудно представить человека до у которого но вот прям вот технически роботически отделены все способности друг от друга у меня даже есть книга посвященная по фатическому воображению до по фатическое воображение так и называется и там разбирается тема способностях потом как их можно рассматривать о том как их рассматривали до этого о том как их вообще в принципе еще можно рассмотреть и там были выдвинуты определенные сомнения по поводу разделения внутреннего мира человека на ряд способностей ну что фактически оказывается что все эти способности просто тесно переплетены и честно говоря можно наверное только говорить о том что имеется две фундаментальных тенденции в рамках этих способностей к репродуктивности к продуктивности репродуктивность это повторение продуктивность это создание вот и все это работает вот это вот разделение на эти тенденции работает на всех так называемых способностях от восприятия до памяти то есть мы можем придумывать новые воспоминания себе и можем думать что это воспоминание придуманное воспоминание она чем является к способностью она произведена воображением или памятью а вроде бы мы эту память не отличаем от другой памяти а кстати а наши обычные воспоминания они как формируется под силой воображения или под силой самой чистой памяти что такое вообще чистая память существует ли она как отдельная способность но нет наверное там все очень тесно переплетено и все друг от друга в общем то зависит причем какие-то четкие векторы нарисовать по моему не получится просто потому что в этой памяти сливается например и восприятие и мышление и воображение воображение сливается воспоминание и вот это вот все становится очень 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 сильно неотличимым так что все отсылает ко всему здесь скорее всего так вот а пинкер рассуждает о разуме как о волшебной познавательной коробочки которая добывает объективные факты вообще сомневаюсь в том что он есть как некая субстанция или сущность как нечто существенное как нечто важное скорее это удобное для описания некоторых явлений нашей психической жизни понятия которую которое невозможно отделить от остальных происшествий внутри нашего внутреннего мира третий пункт если мы не уверены в том что существует какой-то отдельный разум то как можно говорить о том что у него есть механизм да еще и реальная реальность открывающий тоже интересный вопрос да с чего пинкер четвертый вопрос вообще взял что разум открывает реальность это какая-то религиозная вера получается до 5 вопрос 5 5 5 5 телега так скажем фактически открывается что применение того что мы называем разумом к разным общим темам и смогло нас привести к тому же релятивизму скептицизму агностицизму пост позитивизму и многим другим вещам нет никаких оснований для того чтобы наука имела право монополизировать разум со своей фантастической реальностью это правда шестой пункт если ученые считают свою работу продолжением способности понимать как она устроена то я соболезну этим религиозным догматиком которые ничего не знают про философию не могут свободно рассуждать на многие темы и задаваться множеством важнейших для методологии познания вопросов отсутствие критического мышления и какого-либо мышления вообще ученых это для меня конечно не секретно и очень рад что пинкер в очередной раз подтвердил мои опасения в том что ученые это просто радикальные догматики которые без каких-либо доказательств верят свои познавательные способности вот спасибо пинкеру еще одно подтверждение этому приведено 7 пункт пинкер мог бы ответить что доказательства есть мы следуем мозг и так далее но проблема будет заключаться в том что у нас возникает логический цикл вера в объективность наших познавательных способностей гарантирует что мы верно исследуем мозг исследования мозга поддерживают наше мнение по поводу объективности наших познавательных способностей то есть если мы заранее не уверены в своих познавательных способностях или считаем что они другие например мы не можем познавать не знаю физические объекты что они изменчивы а только ментальные объекты там не знаю идеи платона например то в таком случае исследование мозга ничего не Но именно вот в таком цикле и формируется наша уверенность о том, что наши исследования мозга поддерживают объективность наших познавательных способностей, а наши познавательные способности поддерживают объективность наших исследований мозга. Просто цикл. Логическая ошибка, по сути. Все. Вот. Если мы будем исходить с предпосылки, что мы не можем проводить объективных экспериментов, соответствующих реальности исследований, то исследования мозга окажутся недостоверными. Притом первое, принимается просто на веру без каких-либо подтверждений. У Пинкера вот тем более. Потому что это не является вопросом какой-либо науки. Это положение лежит в основании всех наук. И ввиду этого, ну просто вот. В науке есть догматика, которая заставляет нас вводить в этот бесконечный круг, в эту логическую ошибку. И мы начали исследовать мозг, исходя из этой догмы. То есть что первое, курица или яйцо? Что первее, мозг или наше исследование мозга? В данном случае, наше исследование мозга сначала начали исследовать мозг, а потом уже оно вот так вот пошло по кругу. И завело нас в логическую ошибку. Ну просто на протяжении долгого времени ни философы, ни учёные нормально мозг не исследовали. И поэтому были определённые представления о познании. Ну и внутри науки тоже эти представления были. И, соответственно, эти представления были до того, как мы начали исследовать мозг. А потом к наукам на мозге эти представления были применены, соответственно. Вот. Вот какая простая картина мира на самом деле получается. И, соответственно, ну она сомнительна. Что я могу сказать? Она не ложна, она просто сомнительна. Потому что первая посылка вообще возможности познания, посылка возможности эмпирического познания. Да, не просто эмпирического, ещё и научного познания. Она просто здесь решается. Просто решается. Просто вжухая она решена. А, восьмой пункт. Ну и как положено, следует повторить, что пинкер везде пропихивает свой чистый лист. И в релятивизм, который нейтрален к чистому листу. А вдруг, а вдруг. Какая разница релятивизму, есть ли там врождённые идеи или нет. Какие-какие-нибудь. А может в разных людей разные идеи врождены, вот вам релятивизм. Ну, релятивизм сам по себе вообще в принципе не противоречит даже неврождённым идеям, не чистому листу как таковому. Всё, разные идеи в разных людей врождены, и каждый человек есть мера всех вещей. Конец. Такой релятивизм в принципе возможен. Так вот, и релятивизм, который нейтрален к чистому листу, и в конструктивизм, для которого сам чистый лист тоже конструкт. И в любые другие концепции и взгляды, которые кажутся ему антинаучными. И без чистого листа он ставит рядом и благородного дикаря, и дух из машины, что вообще как-то слабо соотносится. Продолжаем. О, сейчас моя телега любимая будет про микроскопы. Готовы? Готовы, дети? Да, капитан. Телескопы и микроскопы, пишет Пинкер, усиливают зрительную систему. Теории формализуют наши интуитивные представления о причинах и следствиях. Эксперименты помогают реализовывать наше стремление собрать данные о событиях, которые мы не можем наблюдать непосредственно. Ну, важно заметить, что Пинкер искренне верит в натуралистическую картину мира, в которой правит наука. Ведь телескопы и микроскопы это просто усиление глаза. Просто усиление и больше ничего, понимаете? Ну, то есть, нет никаких сомнений в том, что на определенных масштабах все эти технологии могут показывать не то, что есть на самом деле. Искажать информацию или, например, изображать то, чего нет. Пусть и то, что соотносится с практикой, в скобочках, все-таки, да? Если в случае с подзорной трубой мы можем проверить то, что мы увидели далеко-далеко на горизонте, ну, просто подойдя туда, да? То в случае с космическим телескопом или микроскопом мы никогда не можем подойти и своими же глазами удостовериться в том, что перед нами находится, например, амеба или там галактика какая-то. И мы не можем долететь до звезды Бетельгейза, чтобы удостовериться в ее существовании и колоссальном размере, который описывают ученые. Да вы чего говорите? Пинкер, это же про Пинкер, да? Да вы чего? Пинкер же говорит, это просто усиление зрения, все нормально. Никакого пробела здесь точно нет. Обычно такая уверенность в истории заканчивалась тем, что взгляды человека, основанные на такой догматической уверенности в средствах своего познания, с позором опровергались. Я не говорю, что мы должны отказаться от телескопов и микроскопов. Я лишь говорю, что сомнения в их, в кавычках, простоте, все еще обоснованы и имеют множество оснований, чтобы не связывать тот поток феноменов, который мы наблюдаем, и реальность, о которой мы мечтаем. Более того, с чего Пинкер взял, что наши представления о причинах и следствиях интуитивные? Многие их описывают как вполне культурные. Если человека не обучать, то никаких подобных представлений он иметь, скорее всего, не будет. После Пинкер цитирует какого-то марксиста, пытаясь обвинить его в релятивизме. И опять дротик попадает мимо цели. Цитируем. Да, у релятивистов есть основания утверждать, что мы не просто открываем глаза и воспринимаем реальность, словно восприятие. Окно сквозь, которое душа смотрит на мир. Идея, что мы видим вещи такими, какие они есть, называется наивным реализмом. И была развенчана философами, скептиками тысячи лет назад с помощью простого феномена оптических релизий. Не, ну он реально тупой, тут как бы вопросов нет. Я прошу прощения за то, что сорвался, но он ведь реально очень тупой. В рамках идеологии наивного реализма иллюзии просто будут описываться, как то, что произошло на самом деле. Вот и всё. И они сами по себе не опровергают наивный реализм. Ну просто, да, иллюзии, сны. Вот это я чьё-то ощущал же, ну значит так и было. Вот я во сне, не знаю, на розовом единороге скакал, значит скакал, всё нормально, вообще расслабьтесь. Вот вам и наивный реализм. И в этом нет никакого противоречия, просто мало кто готов последовательно до конца дойти в наивном реализме. В нём противоречия-то внутри просто нет таких вот основательных. То есть серьёзно, ну галлюцинация возникла. Ну возникла и возникла. Ну значит вот она есть галлюцинация, всё нормально. Вообще важно заметить, что история с реализмом, она видится мне довольно сложно. И во-первых, большую часть критики наивного реализма сыграла как раз догматическая наука, а не скептики, которая исходила из натуралистического исследования реальности. Мода на науку сделала невозможной веру в наивный реализм по многим комплексным причинам, главной из которых стала сама позиция науки по данному вопросу. Наивный реализм противоречил научным данным и делал их недостоверными. А потому людям пришлось разрабатывать другие формы реализма. Сам факт того, что мы называем иллюзией, вполне легко описывается из наивно-реалистической парадигмы. Пинкер всё же так и не может понять, что у познания существуют разные призмы, и разные учения могут вместить в себя весь объём существующих фактов. И он не понимает, как концепции заменяют друг друга. Он живёт в сказке, где есть очевидная истина, где есть реальность, которую легко можно обнаружить. Но это крайне спорное и наивное убеждение. Вообще, основная проблема Пинкера заключается в том, что он чаще всего не доказывает, а рассказывает. А после этого делает какие-то оценочные, одобрительные и неодобрительные высказывания в духе. Наивный реализм – это глупость. Или неодобрительные высказывания. У нас нет сомнений в том, что наука – это хорошо. Вот они там, да, вот эти вот одобрительные и неодобрительные оценочные высказывания. И так далее. Например, но только из того, что образ мира, который мы знаем, смоделирован нашим мозгом, не следует, что это случайная модель. Фантазм, порождённый ожиданиями или социальным контекстом. Наша система восприятия приспособлена регистрировать свойства внешнего мира. Просто, ну нет, пацаны, мир вокруг нас не фантазм, потому что наша система восприятия приспособлена регистрировать свойства внешнего мира. Всё, всё, и больше ничего не будет. То есть, смотрите, да, вот у нас есть два утверждения, у нас есть два утверждения. Есть утверждение, да, наша система восприятия приспособлена регистрировать свойства внешнего мира, и наша система восприятия не приспособлена регистрировать, собственно, свойства внешнего мира. Есть третья позиция. Вообще этих систем восприятия не существует. допустим мы живем во сне и никакого восприятия нет то что ну то что было восприятие необходимо что-то воспринимаемое то есть да нужен нужен тот кто воспринимает и нужно что-то воспринимаемое тогда соответственно вас происходит перцепция но если этой перцепции как таковой просто нет ну ладно мы конечно можем в каком-то смысле сказать что существует поток восприятий как у беркли да вот этот существовать значит быть воспринимаемым но просто чаще всего люди под восприятиями непосредственно понимают вот такую вот картину когда у нас есть воспринимай воспринимающий и воспринимаемое есть определенный мостик между ними чаще всего органы чувств тупо берки органов чувств получается нет на самом деле есть просто поток восприятий в душе который просто богом направляется и мы соответственно вот их поглощаем таким образом вот и соответственно соответственно следовательно систем восприятия у человека тоже нет получится по беркли наверное скорее всего да потому что какие системы восприятия здесь душа есть бог и восприятие просто идут от бога к душам каких системах восприятия может идти речь то есть да это ну явно не уши там не носа не глаза все это тоже часть иллюзии которая создает бог по сути воспринимаемые иллюзии так вот доказательств ему этого просто не будет у нас есть огромное количество разных позиций к одной позиции мы относимся типа ок почему-то просто так а к другим позициям относимся типа не ока почему да просто вот так тоже вот доказательств не будет и другие ученые я думаю также читают потому что если это не так то наука в целом как познавательный проект бессмысленно я не буду разбирать ваши множественные очень разные концепции по сути пинкер да так и рассуждает который аргументирует разные аспекты в рамках теорию познания я более того сам не изучал теорию познания и в этой теме не разбираюсь но точно уверен что люди имеющие представление об этой области могут быть опровергнуты обычным плевком в их сторону вот как то вот так пинкер считает пинкер думает что достаточно просто рассказать о нелепой концепции этих сраных реалистов притом не конкретизирующая эта концепция распространяя ее буквально на необозримое множество разных человеческих группировок чтобы показать их ничтожность пока эти убогие академики сидят и аргументируют свои позиции по тем или иным вопросам пинкер просто делает упрощенный пересказ и снабжает его оценочной характеристикой профит вот вся так вот вся аргументативная сила пинкера мощь большую часть времени система работает люди как правило не врезаются в деревья и не пытается есть камни окей не пытаются но как это как это доказать до как-то доказывать что вы познавать можем допустим мы существуем симуляция допустим мы существует сумму лет сумму ли цены а я в нее не верю я даже скорее склоняюсь тому чтобы не живем симуляция да но допустим уже им симуляции рассмотрим эту позицию там там есть камни там есть деревья мы в них не врезаемся игры когда мы играем и тоже не врезаемся в камни и деревья что это значит что мы можем достичь познания здесь пропущенные логические ступени какие-то на мой взгляд да очень много логических ступеней в данный момент пропущено интересно они будут восполнены они не будут в смысле даже очевидно ребят вы чего это же очевидно познал камень познал вселенную вернулся от камня не съел камень и познал вселенную молодец не врезался в дерево то уже познающий субъекты гений по пинкера на мой взгляд буквально детское мышление хорошо конечно что он запомнил множество фактов и умеет грамотно писать но относительно уровне дискуссии это все то же самое критикуешь гравитацию выйди в окно человек принципиально не понимает основы основных философских проблем познания он думает что все проблемы познания автоматически решены на укая философы буквально устаревшие шизы у которых не было под руками научных данных и поэтому они такие тупые бездарные ерунду несли он принципиально отказывается понимать насколько сложна эта тема познания вообще он буквально как маленький ребенок который принимает свои фантазии за реальность у него есть красивый нарратив который он верит и в итоге он этот нарратив просто пересказывает а потом пересказывает плохой нарратив с презрениями насмешкой вот и все тот пинкер вот вам пинкер вот красавчик вот молодец есть третья альтернатива пишет пинкер что мозг развил не безошибочные однако разумные механизмы работающие чтобы держать нас контакте с теми свойствами реальности которые были важны для выживания и размножения наших предков ну да пинкер кэш идиот который не знает историю философии его не представляет себе историю становления того же научного метода и не знают какими механизмами руководствовался в кавычках разум в познании окружающего мира многие методы познания например платонические были максимально оторваны от эмпирического мира вообще европейская философия европейской философии свойственен этот отрыв и свойственно заглядывание на истину вечности но не каждый философ в греции делал так как и не каждый философ в индии и китае также важно понимать что платонизм повлиял на развитие математики как таковой который в чистом виде не имеет никакого отношения к окружающей нас реальности скорее вероятно да да и сейчас все эти математические платонические подходы неплохо чувствуют себя с наукой платон научил нас смотреть сверх эмпирического и наука усвоила этот урок отсюда все эти шизопринические вечные законы неизменные формулы которые работают везде и всегда в любом пространстве любое время отсюда и теории заглядывающие на миллиарды лет назад и многие другие странные выводы которые нельзя было бы сделать напрямую из фактов потому что если бы мы руководствовались строгой верификацией у нас просто данных бы не хватило для тех или иных выводов например мы бы не смогли рассуждать об эволюции на просторах многих миллиардов лет и миллиардов квадриллионов может быть видов разных несмотря на обилие эмпирических материалов их всегда будет недостаточно чтобы подтвердить набор таких абстрактных суждений сам факт что мы нуждаемся в абстракциях тоже говорит скорее против того что познание устроено так чтобы соответствовать реальности научная картина мира использует абстракции для описания мира иногда относятся к ним слишком серьезно но ведь в науке нет онтологического места этим абстракциям эволюция это не реальный онтологический дух а естественный отбор не какая-то субстанция это просто абстрактные формы описание имеющихся фактов и попытка описать и предсказать возможные факты будущие это описание абстрактного механизма но самого механизма при этом онтологически не существует он не объект не вещь не дух не идея платона понимаете в чем дело в научной картине мира места абстракциям нет и соответственно эволюция эволюции аналогов эволюции в природе не существует еще еще раз да подумай вот смотрите эти идеи платона возможно в реальности они тоже есть это реально существующие идеальные объекты соответственно эти идеи И вот они, они типа, есть. Антологический статус высокий, соответственно, если они есть. У объектов есть антологический статус, да, есть. Высоко, хорошо. У вещи тоже есть, у духа тоже есть. А у эволюции есть? Нет. То есть, даже согласно теории эволюции, даже согласно представлениям биологов, по сути, эволюция, она не представлена антологически. Это в любом случае абстракция. Заявление о том, что нет никакой эволюции, естественного отбора, оно вполне релевантно, и нам для этого не нужно отказываться от естественной установки и веры в то, что организмы на протяжении миллиардов лет менялись. Понимаете, в чем дело? Потому что вот это вот, они менялись, это уже большая абстракция, но вот отдельно вот этот организм он взял и поменялся. Окей. Окей, хорошо, да, и все они, наверное, тоже так менялись. Я, конечно, не могу об этом заявить с точностью, потому что верификация здесь не сработает. Я не могу забрать все примеры перемены и сказать, что все организмы менялись. Это будет просто, ну, это будет вероятность и осуждение просто-напросто, не более того. Но вот при этом всем, вот при этом всем, да, при этом всем, я в принципе, даже при всех этих условиях могу сказать, что никакой эволюции не существует. Ну, нет антологии никакой, это просто описательная система абстрактного механизма. Мы, люди, начали придумывать абстрактные механизмы в контексте нашей истории и философии, и мы начали применять их к определенным вещам, соответственно. А, только вот менялись конкретные организмы, эволюция это просто удобная абстракция. Мы воспринимаем ее так серьезно из-за платонизма и философии универсалей, которые в том числе помогли сформировать многие научные догмы. Но всегда были и другие философские течения, которые не руководствовались теми же механизмами. Если бы мы к теории эволюции не относились так серьезно, да, если бы мы учитывали, что... Ну, вообще-то да, это абстракция. Вообще-то да, мы ее не верифицировали нормально, ее невозможно верифицировать полноценно. Почему невозможно полноценно верифицировать? Потому что нельзя собрать весь объем фактов об эволюции. А почему нельзя его собрать? Потому что виды, многие уже вымерли давно. То есть даже мы предсказываем существование колоссального количества видов, которые уже давно вымерли. То есть, наверное, вообще о всех живых существах говорить, большинство живых существ не просто вымерли, от них следов даже не осталось. Мы получаем следы окаменелости, не окаменелости от довольно редких особей, да, разных видов. Видов, оказывается, было очень много, но вот как-то вот так вот у нас это получается. Нет, конечно, нам это может показаться достаточно очень много, но относительно того, что реально существовало, это точно недостаточно. Соответственно, теория эволюции что описывает? Все живое. Имеем ли мы в качестве основания все живое? Не имеем и иметь не можем, соответственно. Соответственно, верификация полноценная, недопустима здесь. Все. Верификация в данном случае всегда будет лишь вероятностной и, соответственно, никаких основательных абсолютных выводов мы здесь делать не можем. И более того, нет никакого смысла даже эти выводы делать. Как-то так. Нам не нужно придумать какой-то абстрактный механизм для того, чтобы рассказывать про те же самые изменения и каким-то образом их абстрактно объяснять. Но у нас культура такая мы так привыкли делать. Посмодернисты, пишет Пинкер, и другие релятивисты нападают на истинную объективность не столько потому, что озабочены философскими проблемами онтологии и эпистемологии, а потому, что чувствуют, что это лучший способ выбить почву из-под ног расистов, сексистов и гомофобов. Да, блядь, именно поэтому. Ебать, сука. Как же он, блядь, ебанулся, нахуй. Как же он, блядь, тупой, ебать. Да, Пинкер критикует философов, потому что отец насиловал его томиком капитала Маркса, вероятно. Я просто не знаю. Жестокое изнасилование привело к тому, что бедному мальчику пришлось уйти в науку и критиковать злых философов. Очко не зажило до сих пор. Его совсем не интересует вопрос и теории познания устройства мира. Он просто хочет отомстить за свое порванное Марксом очко. Ну вот такая аргументация вам кажется уместной или неуместной? Я просто... Я просто не знаю. Ну давайте теперь придумывать за постмодернистов, которые еще и релятивисты. Все, видимо. Все, видимо, они релятивисты. Очевидные, да, 100%. Все постмодернисты-релятивисты. Я, кстати, в этом не вполне уверен. Да. На вскидку сейчас я даже не наброшу вам какого-нибудь постмодерниста, который не релятивист. Но все же. Мне видится это не совсем обязательным. И они, оказывается, не интересовались антологией и пистемологией. А они просто против сексистов, расистов и гомофобов. Лол. Охуенные мания фантазии Пинкера. Философ Янг Хакинг составил список из почти 40 категорий, которые недавно были названы социально сконструированными. Яркие примеры. Раса, пол, мужественность, природа, факты, реальность и прошлое. Но список расширяется и сегодня, включая авторские права. СПИД, братство, выбор, опасность, деменция, болезнь, индийские леса, неравенство, спутниковая система, ландсет, медицинская эмиграция, национальное государство, кварки, школьный успех, серийные убийцы, технологические системы, преступления белых воротничков, женщин-беженцев и национализм племен Зулу. По хакингу, связую еще и не здесь, связующее, не здесь, убеждение, что категории не определены природой вещей, а потому не постоянно. Вывод. Нам было бы гораздо лучше, если бы мы покончили с ними и решительно пересмотрели. А что не так? Они что, не социально сконструированы? Я думал, что медики, по крайней мере, многие отлично осознают, что тоже понятие болезни и нормы конструируются на основании многих представлений и традиций, которые имеются в медицине в тот или иной момент, ну, например, да? Вообще, понятие болезни, как таковое, оно, ну, довольно странное. Вообще, медики вам могут заранее даже сказать, что все люди так или иначе больны, смотря как на это вообще-то посмотреть. Но, в конечном итоге, больны вы или нет, решается, ну, по сути, по договору. То есть, имеет ли смысл вас лечить, решается вот, сейчас врач думает, принято у нас лечить в таких случаях или не принято. А лечение, оно больше рисков за собой влечет, чем его отсутствие. Как-то вот так вот, да? По факту, слово болезнь, это определенная, так скажем, ситуация, в которую попал организм. Допустим, я не знаю, у организма какая-нибудь бактерия. Болезнь ли это? Если она вызывает какие-то негативные последствия, наверное, люди назовут это болезнью. Но это никак не отнимает того факта, что понятие болезни сконструировано. Что по факту? По факту, тело, в тело попала бактерия, бактерия размножилась, там и начинает что-то делать. Вот, по факту. Болезнь ли это? Болезнь, наверное. Ну, просто не все болезни даже работают вот по тому принципу, который я описал. Болезнь, это уже точно абстракция. То есть, она включает в себя и бактерии, и вирусы, и нарушение каких-то работы каких-то систем, органов. То есть, абсолютно разные ситуации в себя включает, которые подводятся под единые с помощью определенных непосредственно логических операций. Также, более того, есть другие нарушения работы организма, которые, наоборот, рассматриваются как хорошие. Ну, например, вы мега-качок. Вы мега-качок, и ваше сердце просто качает кровь не по норме, не по нормативу. То же изменение в организме произошло. Сердце перерабатывает свое, там, например, я не знаю, и неожиданно оказывается, ну, что же, а вы больны или нет? Вот, больны вы или нет? Может быть, нет, а может быть, да. Тут еще как посмотреть, тут спортивная медицина, как отдельная дисциплина, пойдет для вас, потому что у спортсменов еще немножко по-своему все устроено. Не в смысле, что у них другая физиология, а в смысле, что у них немножко другие законы функционирования их разных систем, органов, потому что они эти системы органов тренируют. То есть, подход к лечению тренированного человека и подход к лечению нетренированного человека радикально отличаются, потому что, например, сердцебиение в районе 40 ударов в секунду для обывателя это чего? Уважаемый, вы скоро умрете. А, например, для бегуна на длительные дистанции, там, не знаю, на марафоны, например, это типа норма, вообще-то. Как-то так. То есть, у него сердце настолько классное и сильное, что, в принципе, и 40 ударов в секунду достаточно в спокойном состоянии. Ну и, соответственно, да. Вот. Понимаете, в чём дело? Понимаете, в чём дело? Болезнь или не болезнь? Болезнь или не болезнь в данном случае? Тут вот нужно как-то вот всё по-особому подходить, понимаете? И по-разному бывает даже договариваться приходится. Потому что вот спортсмен, у него 40 ударов в секунду сердце бьётся. Обычный человек это уже, ну вот, на грани гибели. Ладно, ну да, на самом деле. На грани гибели человек 40 ударов в секунду. А спортсмен нет. Ну, не всякий спортсмен. Спортсмен, который преодолевает длительные дистанции. 40 ударов в секунду это нормальная штука вообще-то, в принципе. Спортивное, в общем-то, спортивное замедленное сердцебиение это просто норма в данном случае для многих спортсменов. Так что вот. Которые преодолевают длительные дистанции, выполняют эти или иные действия очень долго. Которые как раз сердечные, которые как раз, собственно, системы органов вот эти вот воздушные и сердечные развивают. Так вот. То есть, кардиореспираторные, да. Кстати, сконструированный характер спида не отрицает того факта, что в организм попал тот или иной вирус. Просто сам спид это абстракция, как и любое другое заболевание. Сконструированный характер не имеет практических последствий. Важно заметить, так что вот. Я не знаю, почему их перечисляют, просто так. Вся эта затея, пишет Пинкер, основанная на негласной теории о том, как формируются человеческие понятия, что понятийные категории не связаны с вещами и явлениями, внутренне, а сконструированы обществом. Или таким же образом могут быть сконструированы заново. Верна ли это? Теория! В смысле, это теория, так и может быть. Мы можем их переконструировать. Мы можем все это переконструировать, если хотим. В смысле, это теория? Какая-то теория? Это не теория, лол. Это практика. В некоторых случаях она содержит зерно истины. Как мы видели в главе 4, некоторые категории действительно являются социальными конструктами. Они существуют только потому, что люди пришли к негласному соглашению действовать так, словно они существуют. Так люди по поводу всего так пришли. Например, деньги, собственность, гражданства, награды за храбрость и должность президента Соединенных Штатов. Но это еще не значит, что все понятийные категории социально сконструированы. Ну, конечно, не значит, но просто кое-что другое значит. То, что есть одни сконструированные категории, действительно не значит, что есть другие сконструированные теории. Просто проблема, нужно здесь узнавать, а что такое вот этот самый конструкт, что есть данная сконструированность и как ее разобрать в данном случае. Пинкер, он не пытается распаковывать тезисы, к сожалению, так вот, Пинкер продолжает. Когнитивные психологи десятилетиями изучали формирование понятий и пришли к заключению, что большинство понятий отражают категории объектов, которые обладали своего рода реальностью. Еще до того, как мы впервые о них задумались. Ну, понимаете, да? Поздравляю когнитивных психологов с этим. А что нам с этим сделать, вопрос, да? Отбросить взгляды своих дисциплин без аргументов, отбросить социологию, например, да? Или там, не знаю, постмодернизм. Просто так отбросить, потому что вот эти вот ребята к этому пришли. И все. Просто отбросите. Вот я вам рассказал, не знаю, социальные психологи пришли к какому-то выводу. То, что ваша мать проститутка. Ну, а ваша мать проститутка, значит, получается. Я не знаю, ну, как-то вот здесь такой уровень размышлений, он дурацкий абсолютно. Какие-то дядьки пришли к чему-то. Отказывайтесь от своих взглядов. Все. Поняли, поняли, отказывайтесь. Конец. Просто сдаться нужно, потому что когнитивные психологи к этому пришли. Я не понимаю, что хочет мне сказать Пинкер в данном случае. В социологии много десятилетий формировался социальный конструктивизм с множеством аргументов в свою пользу и описательной моделью действительности вокруг. Он предлагает отказаться от десятилетий накопленных аргументов, потому что какая-то другая группа людей, то есть когнитивные психологи считают иначе. Я вообще могу понять, как можно убедить таким образом обычное быдло с улицы. Мол, оно ничего не понимает и вот вам авторитет когнитивных психологов, он может на них действительно подействовать. Но как убедить в этом специалистов, которые уже давно через свою призму могут сомневаться в биологии и когнитивной психологии? Вот вопрос, как это сделать? Потому что, например, для социологии той же и биологи, и когнитивные психологи это вполне так себе собственно объект исследования. Когнитивный, блин, простите, социолог, вполне социолог, социолог-конструктивист может описать все термины биологии, когнитивной психологии как социальные конструкты. А более того, если мы подойдем с точки зрения социологии знания, мы так вообще можем еще и описывать социальные разные вещи, как вот происходит взаимодействие между биологами и когнитивными психологами внутри их сообществ, и внутри друг друга в том числе, и описать, как возникают те или иные конструкты в этой самой собственно дискуссии. Аргументов-то не будет у наших оппонентов. Пинкер такой Не, все нормально, забей, забей, не фигня, не фигня, давай по новой, сейчас повторю тебе, что опять же, специальные психологи, психологи хуелоги пришли к выводу, ну и так далее, ну окей, хорошо. Потом идет аргументация через мнение большинства когнитивных психологов. Забавно, что автор пытается подкупить нас их авторитетом. Для меня лично любая научная секта это всего-то секта и без дополнительных причин и аргументов я точно не буду повторять за этой группой какие-то утверждения. Например, высказывание «большинство евангелистов считает» для меня буквально ничего не значит. Точно так же и высказывание «большинство когнитивистов»… ну кроме того, что «большинство евангелистов считает», если это действительно измеренно хорошо, «большинство евангелистов считает» ну вот такое убеждение у евангелистов. Точно так же и высказывание «большинство когнитивистов» находится для меня в том же самом месте в иерархии достоверности. Ну считает это так группа людей, для меня это ничего больше не значит, кроме того, что это группа людей так считает. Ну и пусть считает. Я в целом представляю, как складываются те или иные методологии, а потому могу представить, что в методологии науки и когнитивистов, в частности, есть такие спорные посылки, которые мы уже множество раз разбирали. И чтобы доверять им, ну, доверять им очень сильно не стоит. И не стоит доверять им сильнее, чем тем же евангелистам. Идея, что стереотипы изначально иррациональны, обязаны скорее высокомерному отношению к обычным людям, чем хорошему психологическому исследованию. Многие исследователи, обнаружив, что у людей есть стереотипы, решили, что они должны быть нерациональны. Ученые чувствовали себя неуютно при мысли, что некоторые черты могут быть статически верны для некоторых групп. Они никогда это не проверяли. На самом деле, ситуация начала меняться в 1980-х. И сегодня существует достаточно убедительных подтверждений точности стереотипов. Определение стереотипа. Стереотип принятый в истории общности, образец восприятия, интерпретации информации, основанный на предшествующем социальном опыте. Он по определению, во-первых, иррационален, это во-первых, да? То есть, он принимается в исторической общности не с помощью аргументов, не аргументов, всего остального. А просто строится на некоторые традиции и, соответственно, социальном опыте. Это нормально, что он иррационален. И даже, может быть, иногда стереотипы совпадают с некоторой абстрактной действительностью. Невозможно доказать, что стереотип рационален никакими опытами. У него уже в определении проблемы с иррациональностью. Это даже не проблема, но просто вот иррациональный процесс. У людей есть иррациональные процессы. Составлять стереотипы – это тоже иррациональный процесс. Если какая-то вещь, она принята вами не в исторической общности, да, то есть, если она не является интерпретацией информации, то есть, ну, соответственно, да, а если это уже что-то другое, если это какое-то знание, то это уже не будет стереотипом, соответственно. А вот знание рациональное в данном случае, да. Вот тут опять же Пинкер будет исходить из своего определения рациональности, вероятно. Ну, опять же, блин, Пинкер мог бы заранее просто сказать, я использую такое определение рациональности, а мои оппоненты используют другое определение рациональности. Они у нас просто разные, очень разные определения рациональности, простите. И убрать все эти главы отсюда, потому что они не нужны к чёрту. Он по определению, ну-ну-ну, не опытом. Если какой-то стереотип по типу негра ворует телевизор и окажется статистически достоверным, то мы на уровне сбора опыта его классификации. То есть, рационально. Мы уже не получим стереотип, мы получим знание. То мы уже будем смотреть уже, как формировалось это представление. Если на уровне сбора опыта и классификации, то это уже окажется не стереотипом по определению. Вот, в чём дело. Проверенный статистический стереотип не есть стереотип. А если ваша иррациональная традиция трактовки чего-то совпала с действительностью, то это не значит, что в ней есть что-то рациональное. Это просто стереотип. Есть стереотип, что учёные умные, но Пинкер доказывает обратное, например. Поехали дальше. За некоторыми важными исключениями. На самом деле, стереотипы достаточно верны, когда оцениваются по объективным критериям, таким как данные статистики или сообщения самих людей, которые касаются эти стереотипы. Да, например, стереотип о том, что евреи пиздец, какие жиды, осуждаю, кстати, и хотят уничтожить мир в своём масонском заговоре. Вот это тоже, правда, классный стереотип. Я бы также сказал, что большинство стереотипов оказывается как минимум... Да, да, действительно, стоп, скобочка, нет. Я бы не сказал, что большинство стереотипов оказывается как минимум верны. Впрочем, Пинкер не привёл подсчёты верных и неверных стереотипов, потому его слова ничего не значат на данный момент. Кроме того, даже если стереотип верен, то это не значит, что он рационален. Иррационален. Иррационален не всегда ложный, иррационален не всегда верный. Ну, как-то так. Причём, рационально очень часто неверный, но иррационально может быть часто и верный. Чёрт его знает. Честно говоря, он говорит о том, что это ещё как минимум измерено было. Но это вообще не соответствует ни моему личному опыту, ни личному опыту многих людей. Стереотипы бывают очень разные, их очень много. Более того, я не уверен, что большинство стереотипов точны. Пинкер перечислил довольно безобидные стереотипы. Да. Но есть же такие, которые просто срывают башню. И этих стереотипов много, именно в этом и проблема. Мы обычно такое слово «стереотип» вспоминаем, когда речь идёт о сносящих башню о каких-то суждениях. Типа, я не знаю, всякий немец-фашист, например. А-а-а, у-у, чё? Ну, вообще есть такой стереотип? Ну, у коммунистов, наверное, есть, у некоторых. У некоторых коммунистов действительно есть такой стереотип, наверное, что всякий немец-фашист, потому что он предок фашистов, наверное. Иррациональная же штука. Так, продолжаем. Например, существуют верующие, которые считают, что научная теория творения мира – это теория, которая повествует о том, что мир просто появился из ничего. Просто из ничего. Это стереотип? Это стереотип. Он верен? Он неверен. Учёные так не считают. Верующих на планете очень много. Да, этот стереотип крайне распространён. Да, Пинкер проблема в том, что не учитывает объёмы некоторых стереотипов. Тоже важно. К чему я клоню? Мне кажется, что утверждение о том, что большинство стереотипов достаточно верны – это крайне сомнительное утверждение. Хотелось бы каких-нибудь данных, чтобы подсчёты, количество и распространённости тех или иных стереотипов в мире. Ну, вы поняли, да? То есть нас, с одной стороны, интересует количество стереотипов поштучно, а с другой стороны, интересует, насколько каждый из этих стереотипов распространён в мире. И что это нужно для того, чтобы точно определить, а действительно ли большинство стереотипов полезны? Ну, хотя бы не противоречит действительности. Потому что суждение Пинкера сейчас вообще буквально ни на чём не основывается. Но буквально нам говорит, некоторые стереотипы совпадают с действительностью. Но я скажу, что большинство. Но, правда, я просто так скажу, что большинство. Я, конечно, соглашусь, что некоторые стереотипы могут совпасть с действительностью. Ну, например, действительно, на меня на улице, скорее всего, может напасть какой-нибудь там нерусский мужик с ножом. Да, есть такая вероятность. И у нас не зря такой стереотип может быть и создан. Что иногда следует опасаться вот таких вот нерусских мужчин с ножом на улице. Там, например, какой-нибудь вот такой вот. Лучше опасаться. Как-то и опыт нам подсказывает, и чужой опыт нам подсказывает, что вот феноменологически это, наверное, может такое случиться. Поэтому лучше быть лучше осторожным. Вот как-то так. Стереотип, не стереотип. Да, не каждый человек нерусский, соответственно, сделает что-то подобное. Не каждый человек нерусский сделает что-то подобное. Но, в всякий случай, лучше опасаться, потому что такое периодически случается. Особенно, если какая-нибудь озлобленная компания людей где-нибудь собирается. Да и русских лучше опасаться. Всех лучше опасаться. Ну, вот такая вот тема. А сейчас о важных исключениях. Пишет Пинкер. Стереотипы бывают явно, но они не исключения. Проблема в том, что, я не знаю, ну, может половина стереотипов такие, в кавычках, исключения. Может большинство стереотипов такие исключения. Надо бы посчитать. Надо бы посмотреть, а мы не смотрим на это. Стереотипы бывают явно ошибочными, если человек совсем не сталкивался или очень мало знаком с стереопизируемой группой. Или сам принадлежит группе, открыто враждебной к первой. Во время Второй мировой войны, когда американцы и русские были союзниками, а немцы врагами США, американцы приписывали русским больше положительных черт, чем немцам. Несколько позже, когда союзниками стали немцы, американцы обнаружили в них больше положительных черт, чем русских. Да, часто так и бывает, и в этом проблема. И Пинкер, например, вещает стереотипные вещи про своих врагов. Он явно враждебен к академическому сообществу гуманитариев и социологов. А потому он вещает довольно ложные стереотипы. Часто люди имеют какое-то негативное отношение к тем группам, или наоборот позитивное, что позволяет выбирать те или иные стереотипы. Понимаете, в чем дело? Неожиданно. То есть у нас весь мир нам враг по большей части оказывается. Вот я коммунист, допустим, но я не коммунист, но допустим я коммунист. И мне враги все капиталисты. То есть я составляю про них стереотипы те или иные. И они очень часто оказываются неверны. Весь мир нам враг так или иначе оказывается. Человеческие массы в целом крайне эмоциональны, как и интеллектуалы вроде Пинкера и многих других людей. Часто они перемешивают свои рациональные рассуждения с чистыми эмоциями, сами того не замечая. И честно, я в принципе не вижу возможным проверку утверждений Пинкера о том, что большинство стереотипов достаточно точны, потому что, как он и сказал, имеется субъективный фактор. А люди, я добавляю, всегда оказываются предвзяты практически во всех аспектах своей жизни. Как тогда быть? Но кроме того, умение отказаться от стереотипов при оценке конкретного индивидуума достигается сознательным взвешенным размышлением. Ну и не всегда только им, но оно действительно достигается. Это правда. Такое может случиться. И вот это уже более рациональная операция на самом деле. Дальше. Суть этого рассуждения не в том, что стереотипы всегда точны, а в том, что они не всегда ложны и даже, как правило, они не ложны. Но. Да, этого можно ожидать из склонности человека к категоризации, как и другие проявления интеллекта. Это адаптация, отражающая свойства мира, важные для нашего благополучия в долгосрочной перспективе. Насколько же странный этот аргумент. А я вот, например, не считаю, что стереотипы, как правило, не ложны. То есть, я согласен с тем, что они не всегда ложны. Ну, мало ли, какой-то стереотип совпадает с реальностью. Ну вот. Я не согласен с оценкой, что они, как правило, не ложны. То есть, в большинстве случаев не ложны, имеется в виду. Да, в очень большом количестве случаев. Я, например, не могу сказать, что 90, 80, 50 или 60% стереотипов являются не ложными. Ну и продолжаем. Да, проблема этого рассуждения заключается в том, что оно абсолютно сомнительное, считаю я. Опять, какой-то недостаточно индуктивный опыт приводится в качестве доказательства колоссального по своему значению утверждения. Притом, этот опыт противоречит реальному положению дел в мире. Он противоречит войнам, конфликтам, многочисленным противостояниям между людьми. Очевидно, Пинкер снова пытается свести все к биологии. Хотя оснований для этого у него в данной ситуации практически нет. Даже если его суждение верно, кстати. Даже если он прав, у него нет оснований, к сожалению, для этого. Что же следует из того факта, что многие стереотипы статистически верны? Например, то, что новейшие научные исследования о межполовых различиях нельзя признать недействительными. Только потому, что некоторые из открытий подтверждают традиционные стереотипы о женщинах и мужчинах. Какие-то детали этих стереотипов могут быть ложными. Но сам факт, что это стереотипы, еще не доказывает, что они не верны по всем статьям. Ну, гений, Пинкер, гений. Но если они верны, это не указывает на их рациональность и биологическую обусловленность. Ирационально вполне можно получить подобные данные, почему бы и нет. Ну, сейчас просто совпало. Конечно. Из того, что стереотипы бывают точными, не следует, что приемлемы расизм, сексизм и этнические предубеждения. Ну, смотря какие стереотипы. Если, например, стереотип предсказывает нам, что женщинам хуже даются точные и естественные науки, он оказывается точен. То почему бы, например, не запретить женщинам обучаться на этих специальностях? Не, ну, конечно, потому что даже среди женщин, скорее всего, найдутся талантливые специалисты с некоторой вероятностью. Но мы готовы жертвовать нашими ресурсами, чтобы допускать на обучение женщин, если статистически верно, что лучше этим будут заниматься мужчины. И там статистически полнее мы отыщем подходящих персонажей. Это как в спорте. Если бы он не делился на пол, женщина, конечно, может обогнать при тренировках многих нетренирующихся мужчин. Но если мужчина в среднем будет тренироваться не меньше, то он почти наверняка будет показывать лучшие результаты, чем женщина. В спорте было бы вполне оптимально проводить отбор только среди мальчиков, если бы мы реально сделали унисексуальный спорт. То же и в обучении. Если вдруг подтвердится стереотип о том, что женщины настолько же хуже в обучении, как и в спорте, то имеет ли смысл остранить их от обучения? Многие стереотипы могут служить достаточно крепкими аргументами в поддержку расизма и сексизма. И если они вдруг окажутся подтвержденными наукой, то аргумент станет еще крепче, очевидно. Вот. Правда, его все равно можно отконтрить, но аргумент будет крепче. Стереотипы, основанные на враждебных описаниях, о неличном опыте, заведомо не верны. Оу. А некоторые стереотипы верны только потому, что представляют собой самозбывающееся пророчество. Но я бы заметил, что личный опыт обычно включает в себя эмоциональную сферу и через нее все пропускает. Это не всегда очевидная военная враждебность, иногда просто неприязнь или презрение, или наоборот, чрезмерная любовь. Личный опыт слишком нерационален сам по себе. Более того, с чего Пинкер взял, что стереотипы, основанные на враждебности, ну или на описаниях таких, заведомо не верны. Например, я ненавижу женщин, допустим. У меня есть основанный на этом стереотип, что женщины слабее мужчин. Я с женщинами не дрался особо и, возможно, многие бы меня избили, но я в этом уверен. И тут мое мнение совпадает со статистикой. Ну и Пинкер получается таким образом опровергнут. Продолжаем. Открытие. Открытие, что стереотипы менее точны, когда относятся к враждебным конкурирующим коалициям, разворачивает нас лицом к другой проблеме. Так я бы еще дополнительно заметил, что почти все люди имеют неограниченное множество конкурирующих коалиций. И множество стереотипов складываются в этой среде. Я думаю, что даже большинство подобных стереотипов складываются таким образом. Можно об этом подумать. Я не считаю так, я не убежден в этом. Есть возможность так думать. Отличным примером служит данная книга Пинкера. Он сотворил ее с помощью множества стереотипов о разных академиках и их позициях. Многие его заходы, даже большинство, были абсолютно иррациональны. Он просто на ходу выдумывал позиции соперников и тут же формировал оценочные обвинения. В своих обвинениях он исковал многочисленные группы философов, социологов, марксистов, подмодернистов, психологов и других людей, которые ему не нравились. И, как говорится, начал грести их всех под одну гребенку. Своих шизофренических представлений о чистом листе. И, к сожалению, эта глупая и грубая книга стала бестселлером. Но в ней интеллектуально оклеветали огромное количество людей. Целые группы, научные дисциплины, философские направления. И кто же будет считать ответы тех людей, которых оклеветали? Мало кто. А ложные стереотипы после такой работы останутся. И эти стереотипы сформированы как раз благодаря тому, что Пинкер состоит в конкурирующей этим людям коалиции. Он наивный сиентист-биологизатор, который просто не может принять факт существования альтернативных призм изучения мира и человека. Вот и все. Однако, странная вещь случилась с языком в интеллектуальной жизни. Вместо того, чтобы испытывать к нему признательность за его способность передавать мысли, язык порицали за его власть ограничивать мысль. Известные слова двух философов отражают эту тревогу. Мы вынуждены прекратить мыслить, если мы отказываемся делать это в тюрьме языка. Писал Фридрих Ницше. Границы моего языка обозначают границы моего мира. Писал Людек Витгенштейн. Ну, это кринж, конечно. Витгенштейн-то как раз и призывал к тому, что мы должны мыслить именно в границах языка. Ну, потому что иначе мыслить нельзя. То, о чем нельзя говорить, о том следует молчать. Я просто напоминаю, да, то есть, как бы, да, за границей языка не выходи, дружище, соответственно. То есть, буквально, да, Витгенштейн на своей книжке, вот из которой цитата сейчас, «Границы моего языка обозначают границы моего мира». Так эти границы и нужны. Это как бы позитивное высказывание. Это Ницше пишет про тюрьму языка. А Людек Витгенштейн не пишет про тюрьму языка, он пишет про то, что мы мыслить даже иначе не можем. Ну, то есть, у Витгенштейна, по крайней мере, в его философском трактате, в логико-философском трактате, прошу прощения, потому что там есть философские исследования, есть логики-философские трактаты, есть, соответственно, там голубая-коричневая книги и еще некоторые книжки, которые я тоже читал, да. Соответственно, важно, 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 что именно в этом первом тексте своем важном, в логико-философском трактате Витгенштейна, он как раз, он защищает границы языка и мышления. Наоборот, хорошо, все норм. Так, отсюда и его борьба против метафизики и философии у Витгенштейна. Отсюда его борьба против множественных философских понятий и категорий, которые на самом деле просто не имеют отношения, в общем-то, ни к чему. То есть, мы окружены фактами, факты выражаются в языке, если в языке не выражаются факты, то они бессмысленны, соответственно. Все, конец, конец, как бы здесь, здесь очень коротко можно это объяснить. Если у нас, соответственно, ничего не выражается нашим языком, то это просто бессмыслится, соответственно, да, и все у нас в этом самом языке и ограничивается. То, о чем нельзя говорить, о том следует молчать и молчать, соответственно, следует о Боге, о чем вы о нем говорите, что за Бог, где он, как, когда, почему. Мы его не видим, мы его не чувствуем, мы его не ощущаем, ничего о Боге сказать нельзя, значит, это просто бессмысленно. Бог, которого нельзя описать, для Витгенштейна просто бессмысленно. Не зря Витгенштейна называют, в том числе, и философом языка, одним из фундаментальнейших для 20 века, одним из важнейших. Это человек, который повлиял на дискурс очень сильно. В общем, Витгенштейн важная фигура философии аналитической, важная фигура философии 20 века даже вообще, наверное. Наверное, Витгенштейн такой человек, который очень хорошо повлиял не только на аналитическую философию, но и отчасти на континентальную философию. И в этом плане Витгенштейн, конечно, да, философ языка, действительно. Другие социальные науки тоже были склонны приравнивать язык и мысль. Ну, окей. Но если... Да, но есть же и такие тенденции внутри философии, которые против приравнивания языка и мысли. А также есть критика языка философии, например, индийской в лице Нагаржона, его подследователей Матхиамиков. Ну, мы это всё, конечно, разбирать не будем, это всё, конечно, да. Это, конечно, сильно, разбирать это, конечно, не надо. Ну, ладно, бывает. Как и многие другие идеи в социальных науках, центральное положение языка было доведено до максимума в деконструкционизме, постмодернизме и других релятивистских доктринах. Работы таких прорицателей, как Жак Дорида, усыпаны афоризмами вроде «убежать от языка невозможно», «текст ссылается сам на себя», «язык – это власть» и нет ничего вне текста. Сначала социальные науки, потом Дорида, что в голове у этого кудрявого пуделя, мне интересно. Какие-то релятивистские доктрины во всех социальных науках, постмодернизм оказывается теперь полный релятивизм, хотя это далеко не всегда так. Потом, в пример, приводится Дорида, который действительно увлёкся подобными рассуждениями, как будто это что-то значит. Могу ещё подкинуть, кстати, одно высказывание Хайдегера «Язык – дом бытия». Но также важно заметить, что помимо преувеличенной значимости языка в философии, также есть и позиции, которые эту значимость преуменьшают. Так что философия здесь не однообразна. Философия спорит, философия обсуждает, рассуждает. Почему бы и нет? Подобным образом, Хиллис Миллер писал, что язык – это не инструмент или орудие в руках человека, непослушное средство мышления. «Скорее, язык изобретает человека и его мир, если он позволит ему сделать это». Но приз за наиболее экстремальное утверждение вручается Роланду Барту, заявившему, «Человек не существует прежде языка ни как вид, ни как личность». И, ну, насчёт личности, я не знаю, это, в принципе, приемлемое осуждение. В принципе, оно приемлемое в том плане, что мы его можем разбирать. Оно имеет смысл. Что человек не существует прежде языка ни как вид – это уже вот странное осуждение, я бы заметил. Но вот ни как личность – уже менее странное. Но опять же, да, мы, видимо, будем разбирать только отдельные цитаты или их аргументацию. А, не будем. Мы же не будем разбирать их аргументацию. Мы просто цитаты Волка прочитали, простите. Мы просто выделили рандомные цитаты Волка, и мы не будем их разбирать на истинность вообще никак. Ну, круто. Просто какой толк в очередной раз перечислять рандомные цитаты рандомных людей, а после начинать очередной рассказ, как оно устроено на самом деле? Не прочитав дальше, скажу, что сейчас нас ждёт история о том, мол, что язык формировался эволюционно, является одним из способов приспосабливаться к окружающей среде. На самом деле, язык не существует прежде человека, язык не является властью. Только вот аргументов не будет. В этом весь пинкер. Суждение X – экстремальное говно. Мои суждения – истина. Вот потому что в науке так. Всё, конец. Притом, дай бог укажет на то, что какие-то авторитеты это исследовали и составили своё мнение по данному вопросу. Как будто бы это должно нас как-то в чём-то убедить. Роланд Барт сказал хуйню. Типа, да? Окей. Аргументов, кстати, его аргументов я к этому не приведу. Нам неизвестно, приводил ли Роланд Барт в данном случае аргументы к своей позиции. Просто неизвестно. Не знаю. Просто вот неизвестно. Что дальше? А ничего. Всё, вот я перескажу вам правильную позицию. Всё, я перескажу вам верную позицию. Мы на этом закончим. Это какой-то... Больше даже на обывательский дискурс похожий, а не научный. Как таким образом, пишет Пенкер, говорят деконструкционисты, язык автономная система, в которой слова могут не иметь отношения к реальности и так далее. Язык произвольный инструмент, а не посредник для выражения мыслей и описания реальности. Облечённые властью люди могут использовать его, чтобы манипулировать другими и подавлять их. Ну вот, он пересказал некую обобщённую концепцию. Сейчас будет панчлайн. Как все теории заговора, заговора, да, теория заговора. Идея, что язык это тюрьма, недооценивает сам язык. Переоценивай его власть, блядь, а что, что, блядь, что я прочитал? Аааа, теория заговора, да, как все теории заговора. Идея, что язык это тюрьма, недооценивает сам язык, переоценивая его власть. Ух, блин. Сегодня смотрю в за... Как это... Не каждый может завтрашний день смотреть или как-то там говорил Кличко Великий. Тут какая-то такая чепуха. Ааа, это ещё и теория заговора оказывается. Ух! Продолжаем. Речь. Чудесная способность, которую мы используем, чтобы перенести мысль из одной головы в другую. И мы можем применять её по-разному, чтобы продвигать наши идеи. Но язык это не то же самое, что мысль. И не единственное, что отличает человека от других животных. Не основа всей культуры. И неизолированная тюрьма. Блядь, ну я же сказал, что он это всё напишет. Эм, да. Соглашение, обязательное к исполнению границы нашего мира или решающий фактор постижимости. Бум! Ну что я говорил, ребят? Так, Пинкер и сделал. Я просто заранее предсказываю, что Пинкер напишет. А, перечисляем там, не знаю. О, Кант писал, что там я не знаю. Существует антиномия чистого разума. Ну, конечно, Кант дурак, блядь. И, короче, поехали. Антиномии чистого разума не существует. Наука решила все эти проблемы. Кант сосать, короче. Сосать Кант. Антиномия чистого разума мы только что решили. Соси, блядь. Соси Кант, короче. Кант говорил, что время и пространство это, собственно, априорные формы восприятия опыта, допустим. О, нет, это не так. Соси Кант, ты дурак, блядь. Всё, конец, лол. Ну, типа, да, аргументация моё почтение у Пинкера. Круто. Более того, он назвал эти концепции теориями заговора. Пинкер, ты сумасшедший, что ли? Где здесь заговор? В чём заговор тут? В чём тут заговор? Где тут заговор? Расскажите мне, пожалуйста. Он не понимает, наверное, что вот эти обсуждения о языке отменяют его научно и принципиально. То есть, да. То есть, если всё есть язык, то на самом деле нам надо заниматься тем, чтобы познавать язык на самом деле. А все языковые игры, языковые проблемы, которые существуют в науках, ну, это их проблемы, соответственно. Это просто, ну, получается, с помощью такой теории мы можем описать, как работает наука на уровне языка, например. Да, с помощью вот такой, такой абсолютизации языка, например. И всё, вот у нас призма такая составлена. Берём призму, ставим, смотрим на науку с точки зрения того, что всё есть язык. Ну и всё, бьет работает. И проблема заключается в том, что вот Пинкер и вот остальные люди просто исходят из разных аксиоматических положений. Их аксиоматические положения позволяют им описать науку и любую культурную сущность, что хорошо для вот той группы людей. И если их положения верны, то наука оказывается неверна, потому что она неправильно подходит к описанию данной темы. Вот и всё. Конец. Задача Пинкера, его задача в данном случае, показать, что их положения являются ложными. То есть, вы понимаете, вы не просто выдвигаете противоположный тезис. Вы параллельно пытаетесь его доказать или опровергнуть тезис оппонента. Недостаточно того, чтобы просто сказать, я не знаю, они эробиологи так считают. А я вот так думаю. А вот правда вам, и я вам сейчас расскажу, как оно устроено. Оно так не работает. Ты не просто должен доставать из кармана волшебную способность и описывать её с точки зрения своей догмы. А также пытаться улечить аксиома оппонента в ошибочности. На каких-то более глубоких основаниях, чем просто несоответствие научной картине мира. Поверь, Пинкер, они и так знают, что их представление противоречит науке. И в этом для них нет никакой проблемы. Ответить на твои комментарии может буквально любой деконструктивист, и я тоже не вижу в этом никаких парадоксов. Честно говоря, я давно не читал такого текста, который так сильно пытается казаться умным и интеллектуальным, но при этом является посредственным и в максимальной степени глупым. Да, я в целом избалован философией, потому что она старается рассматривать основания и спорить об основаниях. Мне очень трудно читать поверхностный текст, в котором аргументация ведётся в стиле учебника, где важно не опровержение, а просто высказывание ложных и истинных позиций с указанием, где правда, а где ложь. Мы в философии к такому подходу совсем не привыкли. Представьте себе ситуацию, что кто-то просто возьмёт высказывание Пинкера про язык, а после скажет, что они никуда не годятся и перескажет деконструктивистскую позицию. Вот то же самое и делает Пинкер, только наоборот. Это никуда не годится. Представьте себе человека, который реально просто возьмёт, о, смотрите, а вот эти идиоты считают, что на самом деле живые существа на протяжении долгого времени эволюционировали, там они изменялись, и в итоге у нас сформировались такие органы и системы, и в итоге у человека появилась познавательная способность и разум. Но они дурачки, и на самом деле люди не эволюционировали, а на самом деле их вывели в пробирках инопланетяне. Инопланетяне вывели их в пробирках. И, кстати, учёные-уфологи пишут об этом же, соответственно, вот учёные-уфологи, вот вам цитаты учёных-уфологов, соответственно, вот там уфологи, уфологи, уфологи. Вот там аргументация. Вот весь Пинкер. Вот так вот весь Пинкер работает. Просто вот обратный пример того, как работает Пинкер. Точнее, как не работает Пинкер. Язык, безусловно, влияет на наши мысли, пишет Пинкер, а не просто обозначает их ради обозначения. Очевидно, что язык это канал, через который люди обмениваются мыслями и намерениями, перенимая знания, обычаи и ценности тех, кто их окружает. Очевидно, да, очевидно. Очевидно, безусловно, спору нет. Люди обмениваются мыслями через язык. Интересно, а почему люди тогда друг друга вообще, в принципе, с большой сложностью понимают? Почему такие проблемы в понимании? Почему люди могут понять друг друга только в области указательных определений или простейших практик? Указательных в смысле... Пожми бутылку. Или принеси мне стул, принеси мне красный стул, да, я указываю более-менее конкретно. Почему мы вот так вот нормально друг друга понимаем, а вот когда речь идет о более абстрактных концептах, например, слово наука, философия, культурология, культура, там, я не знаю, религия, мы понимаем друг друга значительно хуже. Почему? Видимо, у нас в передаче мыслей какие-то большие проблемы, особенно с помощью языка. Язык крайне ограничен в передаче мыслей. У нас есть ряд примеров, которые позволяют сказать, что, ну, да, некоторые мысли мы можем передать на уровне некой такой прагматичности. Там, бутылка, принеси бутылку, дружище, да, например. Например, купи миллион бутылок воды, купи миллион бутылок морса брусничного, например, может, брусничный там стоит, ну, вот, купи миллион бутылок морса брусничного, пожалуйста. Окей, хорошо, засчитано. Можно. Так сделать. Но есть же огромное количество примеров, когда люди друг друга не понимают, следовательно, тут какие-то с передачей мыслей проблемы. Да, но когда речь идёт о сложных дискуссиях и образах, передать мысли языковыми средствами становится куда сложнее. Откуда множество абстрактных понятий, которые не соотносятся ни с одним наблюдаемым объектом? Почему этот канал работает так плохо и странно? Интересный вопрос, да? Ну, это просто вопросики такие накидываем. Продолжаем. Как колка, пишет Пинкер, заметил писатель Уолкер Перси, деконструктивист это учёный, который заявляет, что текст не соотносится с реальностью, а затем оставляет на автоответчике своей жены сообщение с просьбой заказать на обед пиццу пепперони. Я бы также, кстати, заметил, что проблема заключается в том, что абстракция пиццы пепперони не является реальным предметом. Да, привезут какую-то конкретную пиццу, которая удовлетворяет мои желания на тот момент, может быть. Но мы сразу апеллируем к области нереального, то есть к абстракции пиццы пепперони. И в целом на практике кто-то знает, чего мы от них ожидаем, приблизительно хотя бы. Это обмен мыслями? Ну, в некотором, может быть, диапазоне, но не очень точно. Сложно сказать, потому что здесь происходит довольно всё формально и скооперировано. На данную еду у нас наклеены ментальные ярлыки, где и написано. Вот это пицца пепперони, и это пицца пепперони, и это пицца пепперони. А вот это вот брусничный морс. Вот брусничный морс здесь был когда-то. Я его выпил, правда. Здесь когда-то был брусничный морс, соответственно. Вот он был здесь. Если мне принесут не брусничный морс, или хотя бы что-то не красное, не похожее на брусничный морс, я, наверное, буду не удовлетворён. Я вот не знаю, он на самом деле сделан из брусники этот брусничный морс или нет. Может, он вообще не брусничный морс. Меня просто напиздели. Просто наклеили сюда брусничный морс, как карточку. Вдруг, вдруг, откуда я знаю. Просто налили какой-то красный херобор туда. Ну, вот вам и назвали это брусничный морс. Его вроде по вкусу тоже как брусничный морс. А там, может, вообще никакой брусники нет. Что делать? Что делать, как быть, да, соответственно. ожиданием это так или иначе соответствует я выпил по вкусу похоже на брусичный морс поехали дальше то же самое спицы пепперони пиццы пепперони но это объем некие тайники а некая абстрактное слово который включает себя огромное количество разных пицц все они эти пиццы характеризуются некоторыми схожими свойствами ну например в них есть определенные ингредиенты причем эти ингредиенты часто могут быть смешаны несколько по-разному то может быть разная толщина теста может быть разное количество там вот этих всяких там не знаю других заправок для этой пиццы и соответственно заказать пиццу пепперони и заказать пиццу пепперони ну это не отсылка к реальности никакой реальностью это слово само по себе пицца пепперони не обладает вот у нас наклеены эти самые ярлыки где написано до пицца пепперони когда я говорю что хочу пиццу пепперони я не указываю ни на один реальный существующий объект в реальности да и в будущем он тоже не будет существовать в том виде в каком я его себе представляю кто-то делает пиццу по этому заказу но она не будет пиццы пепперони из моего языка или воображения и я съем эту пиццу возможно даже не разочаровавшись но это не отсылает нас к реальному объекту писатель волкер перси обычный дурак который не понимает концепцию которую подкалывает впрочем как и сам пинкер вопросов нет почему практически все когнитивные ученые лингвисты убеждены что язык вовсе не тюрьма для мышления почему они убеждены ну и чего во первых ходе многих экспериментов посвященных разуму невербальных созданий таких как младенцы и приматы оказалось что у них существует основные категории мышление объекты пространство причины и следствия число вероятность действия инициация поведения человеком или животным и функции инструментов опять ученые придумали какую-то чепуху из ничего младенцев и приматов обнаружили категории мышления а как они их выявили ну не в языке уж точно следовательно каким-то косвенным путем если косвенным то значит недостоверным опять ученые все не так поняли не так осмыслили те или иные категории а просто подстроили одни по другие ну молодцы молодцы чем могу сказать опять опять наука всех победила как быть беговая дорожка эфемизмов показывает что для разума первичные понятия не слова давай дайте понятию новое название название приобретет окраску понятия понятие не становится новым при смене названия и а если обнаруживается то не если обновляется то ненадолго название для меньшинств продолжит меняться до тех пор пока у людей не будет сохраняться негативные к ним отношения когда изменения перестанут требоваться мы поймем что достигли настоящего взаимного уважения ну окей просто вот дорожка вот этой эфемизмов она ничего не показа данной ситуации как вообще можно как вообще возможны понятия без слов понятия нередко и слов и состоят может быть пинкер имеет ввиду не понятие может быть он имеет ввиду означаемое означаемое типа бутылка бутылка будет до существовать вне зависимости от наличия у него понятия вот там вот 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 что вот эта штука имеется вот 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 она ну да ладно не всякое означаемое есть понятие это не понять вот это не понятие соответственно если мы вообразим себе какой-то объему вот таких вот объектов например это еще все еще скорее не понять и вот как только мы сформулируем словах что бутылка это сосуд который наливается вода там например вода жидкость это сосуд который можно налить жидкость там имеющие определенную форму там допустим на вот уже у нас формируется понятие но опять же в словах мы себе не можем представить понятие вне слов вообще не всякое означаемое в данном случае будет понятием тоже важно заметить далее пинкер разбирает понятие образа к сожалению он забыл что совсем недавно критиковал посмодернистов за то что у них мысли являются языком а язык это их тюрьма теперь же он говорит что посмодернисты считают что мысли это образы и они неправы чтобы подтвердить свою позицию он просто рассказывает о ней по классике то что нам не по плечу глава 13 ура очевидно что место где мы прежде всего пишет пинкер сталкиваемся с интуитивными способами мышления это школы любая теория образования должна быть основана на теории человеческой природы а в двадцатом веке это был как правило чистый лист на или благородный дикарь где традиционное образование по большей части опирается на чистый лист дети приходят в школу пустыми их там наполняют знаниями а потом они воспроизводят их на экзаменах критика традиционного образования называется это судно сберегательной моделью теория чистого листа лежит в основе общепринятых представлений о том что ранние школьные годы это зона возможностей период когда социальные ценности формируются на всю жизнь поэтому уже в младших классах и детям внушают правильное отношение к окружающей среде полу сексуальности и этническому многообразию я честно говоря на радикально сомневаюсь в том что создатели школьных программ реально ориентируется на теорию чистого листа я даже скорее замечу что большинство из педагогов они либо не слышали либо слышали поверхностно из курсов философии курсов по истории педагогики где лог очевидно должен присутствовать впрочем суждение о том что все школьное образование на то на этом основано не смотрится правдоподобным а пинкер обвинял постмодернистов теории заговора но именно сейчас он рассказывает нам о какой-то теории заговора где все скрывают что придерживаются некой теории чистого листа да и большинство не придерживается факт по факту продолжаем прогрессивные же образовательные практики в свою очередь основаны на благородном дикаре как писал нил в своей оказавшись на значительное влияние книги саммер хелл ребенок изначально умен и практичен если оставить его в покое без всякого давления со стороны взрослого он будет развиваться до тех пределов до которых вообще способен развиваться нил и другие прогрессивные теоретики 1960 70-х убеждали что школы должны отказаться от экзаменов классов расписания и даже книг хотя так далеко зашли немногие это движение оставила свой след в образовательных методиках опять благородный дикарь если ребенок сам может заниматься равно благородный дикарь видимо пинкер как только видит малейшую схожесть концепции то сразу начинают говорить об их идентичности и родстве того по себе идея такого образования мне кажется маловероятно если учитывать те результаты которые автор указывает но пинкер продолжает удивлять своей в общем-то мега мега мозгом своим продолжает нас в общем так или иначе удивлять гений гений понимание разума как сложная система пишет пинкер сформированной эволюцией не согласуется с подобными взглядами когнитивные ученые кэри гарднер гири в своих работах представили альтернативный подход представили представили молодцы могу сказать образование это не записи на чистой табличке и не предоставление возможности способностям ребенка расцветать без всякого вмешательства скорее образование эта технология которая пытается компенсировать то в чем человек мог мозг и человеческий мозг изначально не успешен детям не нужно посещать школу чтобы научиться ходить говорить узнавать объекты и запоминать индивидуальные особенности своих друзей хотя эти задачи намного сложнее чем чтение сложение и зазубривание исторических дат дети должны ходить школу чтобы обучаться письмо архметики наукам потому что эти области знаний и умений были изобретены слишком недавно для того чтобы навыки овладения ими эволюционировали на уровне вида ну да начнем с конца видимо замечу что эта позиция для меня равносильно тому что детей надо обучать школе только какой-то одной отдельной религии наука на мой взгляд одна из религий не более того и слепое требование изучать науку без прочих альтернатив это требование слепого догматика изучать его веру не более того тоже но кстати оттого становится страшно что они пишут ведь если эволюционно могут закрепляться такие сложные догмы а я не знаю могут или не могут и я не думаю что мы вообще об этом знаем то человечество может погрязнуть в тотальном и безвылазном догматизме который был сформирован средой и закреплен там быть так или иначе в генах то есть вот это как раз противоречит чистому листу что вот идея науки может быть собственно закреплена генетически представляете себе то есть получится что некоторые типы догматизма например научный догматизм будут безальтернативны и неискоренимы на уровне целого вида а если долго могут укорениться таким образом то мы совсем не можем быть уверены в своем познании потому что мало ли какие там догмы закрепились давным давно для нашего выживания и мы их отрефлексировать уже не можем даже сейчас через 400 лет после возникновения посвятение науки люди с трудом могут рефлексировать над этой темой до такой темы как вера в науку например с большим трудом понимают из каких догматических оснований она исходит и какие аксиомы в науке на уровне методологии естественной установки существуют и не подвергаются никакому сомнению в наши дни об этом словно разговаривать сложно наши не об этом сложно разговаривать даже с людьми учеными потому что честь те чаще всего берут научный алгоритм абсолютно без всякой критики используют его бездумно и поверхностно не подвергая глубоким размышлениям пинкер пишет невозможно научить детей ньютоновской физики пока они не перестанут воспринимать физику на основе интуитивного обращения с предметами они не могут научиться современной биологии пока не отучат эту интуитивной биологии описывающий мир в терминах жизненной интуитивной механикой которая приписывает дизайн намерения дизайнера ну вот вот какой разговор о догмах пошел получается надо отучать людей от неправильных догм которые видимо как ему кажется врождены что ли или что-то вроде того хотя хрен знает к неврождены могут быть и придавать им правильно и хотя мы заранее не знаем какие правильные какие нет потому надо действовать по словам авторитета видим пинкера пинкер хочет создать тотальную и даже тоталитарную догматическую школу блюб без плюрализма где учат понимать не все концепции разум где учат не плюралистичному и открытым мышлению а суровому и догматическому абсолютно безальтернативному человек должен понимать эволюцию ценой понимания теория разумного замысла человек должен понимать ньютона целой ценой других альтернативных представлений о физике такой подход мне кажется чудовищным и разрушающим интеллектуальные способности многих людей которые могли бы быть открыты к широкому кругу дискурсов напоминаю что я понимаю под интеллектом скорее возможность людей понимать некоторое количество дискурсов чем выше количество дискурсов тем человек умнее чем выше количество потенциальных дискурсов которые человек может понять тему нам не картина образование пинкера сбрасывает весь мир как проклятому догматизму и глупости к догматичному средневековью но только да совершенно других масштабах и другой с другой пристрастностью и обязательностью образования превосходящую собственно античную вера в то что в теле обитает душа не просто навязана нам религии она встроена в человеческую психологию всплывает тогда когда люди не воспринимают открытие биологии это ложь не у всех культур были представления душа не всплывают очень часто не спал бы бывает не всплывают да есть такое сообщество как современная научная в котором тоже не всплывают продолжаем некоторые философы этики пытаются провести границы по этому ненадежному ландшафту ставя знак равенства между личностью и когнитивными способностями свойственными человеку к ним особенно относят способность размышлять о себе как и постоянном локусе сознания строить планы и мечтать о будущем боятся смерти и выражать желание жить на первый взгляд граница заманчивая потому что они потому что она помещает людей с одной стороны животных и человеческие эмбрионы с другой но из этого следует что нет ничего плохого в убийстве нежелательных новорожденных выживших из ума стариков и умственно неполноценных не удовлетворяющих квалифицированным требованиям практически никто не согласится принять критерии по до с подобными следствиями крови чибисова ну или допустим я соглашусь то что большинство это не понравится не означает что это плохой критерий мало ли кому это не понравится более того выше шла шла речь про какую-то интуитивную биологию интуитивную физику и так далее я честно говоря не понимаю о чем идет речь если анализировать человеческие культуры то трудно сказать что у них была одна биология одна физика на всех о каких таких интуициях говорит пинкер и реально ли есть эти интуиции хотя бы большинство людей это очень хороший вопрос я честно говоря не знаю не знаю мой опыт подсказывает что это не так что это неправда пинкер пишет разуму проще оценивать вероятности с точки зрения относительной частоты припоминаемых или воображаемых событий поэтому редкие но запоминающиеся происшествия крушение самолета атака акулы заражение сибирской язвой могут принимать угрожающие размеры и пугать сильнее чем привычные неинтересные события которых пишут на последних страницах газет вроде автокатастроф и падение с лестницы в результате аналитики рисков говорят одно а люди слышат совсем другое это точно следствие работы разума просто мне начинает все больше казаться что пинкер понимает под разумом не какую-то конкретную способность а что-то более увесистые мощные чем обыкновенно под ним понимается вероятность что мы когда-нибудь до дна исчерпаем наши когнитивные возможности наглядно демонстрирует современная физика у нас есть все причины верить что современные физические теории верны но они рисуют нам картину реальности которая недоступна для нашего интуитивного восприятия пространства времени и материи сформировавшегося еще в мозге некрупных приматов у нас есть все причины верить что наши физические теории верны но доказательств не будет да и мозг наш этого осознать не может круто круто класс классика глава 14 корни наших страданий генетически генетическая экономика секса пишет пинкер также предполагает что обоих полов есть генетические стимулы для измены хотя и по несколько разным причинам муж ловила сдачав ребенка на стороне может увеличить количество своих потомков неверная жена может защищать ребенка более высокого качества от мужчины с лучшим генным набором сравнению с ее мужем и в то же время пользоваться его поддержкой и помощью в заботе о ребенке изменяющая жена со всех сторон выигрыша мужчина проигрывает по всем статьям потому что вынуждены инвестировать гены другого мужчины которые заняли место его собственных так мы получаем обратную сторону эволюции отцовских чувств эволюция мужской сексуальной ревности призванные не позволить жене защищать ребенка другого мужчины женская же ревность скорее предназначена для того чтобы предотвратить охлаждение любовных чувств со стороны мужчины означающая его готовность инвестировать детей другой женщины за счет ее собственных не думаю что в человека заложены такие прям программы опять же крайне биологическое объяснение который смотрит на причину мимо конкретных фактов и факторов ну были ну никто так просто не думает мне кажется полная развертка всего этого рассуждения в голове ни у кого не проигрывается неудивительно это что уже сам половый вак акт отягощен конфликтом секс источник наибольшего физического наслаждения какое только способна обеспечить нам нервная система так почему же он вызывает столь противоречивые эмоции ну это на мой взгляд просто откровенная ложь до фактом не соответствует секс довольно нормальное удовольствие но довольно среднее есть куда более значимое удовольствие даже в той же физической среде даже даже тренировки иногда приносят больше удовольствия чем секс я часы говоря я часы говоря не знаю интеллектуальные к и всякие деятельность приносит больше удовольствия чем секс по-моему какая-то ложь но в другой песни он же пел я буду следить за каждым твоим движением wing пришла к заключению что секс не без обязательств встречается реже чем единороги даже во времена когда позволено кажется все что угодно для большинства людей секс не такое обыденное занятие как еда или беседа и это касается даже студенческих кампусов которые сегодня считаются раем для любителей мимолетных сексуальных приключений известных как перепихон психолог элизабет пол подвела итог своим исследованиям этого феномена случайный секс и вовсе не безобиден очень немногие остаются невредимыми причины также глубокие как и все в биологии однако и запасение из опасности секса ребенок когда я запас секса ребенок а ребенок это не просто семифунтовый объект но с эволюционной точки зрения смысл нашего существования до с точки зрения эволюции смысл нашего существования это кринж какой-то да вся эта биология на уровне какого-то фрейдизма вещает сейчас по степени доказательности круто может быть люди занимаются сексом без свидетелей по той же причине по которой в голодные времена едят без свидетелей чтобы не возбудить возбуждать опасной зависти теперь книга превратилась набор вот таких вот вещей типа с точки зрения эволюции это вот это проще кринж упоминается доказательств короче не будет но все яйца нужно сбросить в одну корзину эволюционизма мы даже не уверены что это так но может быть и это поддерживает наши эволюционные представления этого уже достаточно чтобы это упомянуть и на этом настаивать вот такая вот проблематика со строго рациональной точки зрения то что секс так отягощен эмоционально парадокс потому что в эпоху контрацепции женских прав все эти архаические сложности в роботе вроде бы не должны влиять на наши чувства нам следовало бы свободно любить тех кто рядом и секс как еда и общение не должен становиться темой слухов музыки книг вульгарных шуток и сильных эмоций то что люди изводят себя дарвиновской экономикой младенцев которых они больше не рожают показывает что у человеческой природы довольно длинные руки а точно ли у природы они общества точно не у культуры просто тут так сложно разобраться реально до пинкер просто берет и утверждает что уже все известно и это по его мнению совпадает с эволюционными представлениями по также это совпадает с религиозными представлениями потому что бог ну просто взял запретил прелюбодеяние и так далее у нас поэтому вот сложно с прелюбодеянием просто перечисление фактов которые не противоречат той или иной теории не являются ее доказательством это видимо один из неусвоенных пинкеров уроков к сожалению лицемерное животное следующая глава в предыдущей главе показано что эти страхи не оправданы ничто не мешает безбожному и аморальному процессу естественного отбора создать разумный социальный вид с развитым нравственным чувством да действительно не мешает к сожалению такой вид не появился появился человек ну блин нет это реально по факту естественно бор создать разумный вид с развитым нравственным чувством нет помешало к сожалению появился человек действительно к сожалению такого вида не было как она которая описывает пинкер например запрет на убийство и изнасилование это не дело вкуса или моды а безусловное универсальное предписание люди чувствуют что те кто совершает аморальные поступки должны быть наказаны не только потому что это правильно причинять вред людям нарушившим моральные законы но и потому что неправильно не наказывать их позволить чтобы поступок сошел им с рук тем временем люди в разных культурах в разные боги в разных социальных классах вполне допускали убийство отношений между женщинами и мужчинами в принципе подразумевали насильственный характер дурачок пинкер рассказывает нам об универсальном моральном чувстве человека подобно канту но этого чувства фактически просто не существует да и кант очевидно заблуждался но кант он имел право на это заблуждение давайте честно кант имел право на это заблуждение кант жил достаточно давно соответственно возможно во времена канта не было так разве не было разработана вообще вообще не просто возможно времена канта не было так разработана история культурологии религиоведение многие другие дисциплины can't не мог прочитать о том что у разных людей в разных культурах разные опыт соответствие мог конечно исписи на постарался в принципе книжки-то были принципе те источники можно было достать и проанализировать но это были нетривиальные источники так скажем вот ваш заметить что это мания фантазия которую нельзя проверить про это нравственное чувство понимаете в чем дело и проблема заключается в том что она не фальсифицируема да вот фальсифицировать его правда запросто можно и это за нас уже давно сделали наши предки да и как вообще могут быть доступны войны в мире где убийство считается моральным всеми здоровыми людьми войны шли на протяжении всего становления нашего человеческого мира и даже в наши дни от них человечество не избавилось какое-то странное внутреннее моральное чувство которое запрещает убивать но не на войне мне кажется пинкер мог сделать такие неверные выводы только на основании исследований если они были современного общества больше может их и не было который не является репрезентативной выборки в данном вопросе в целом современный человек в общей массе не предрасположен к войне и большинство не представляет себе что такое убийство и не хочет данный человек современный быть убит только вот несколько поколений назад предки этого избалованного человека возможно убивали или хотя бы смотрели на публичные казни вероятно наслаждались происходящим неожиданно вот как вам такое опять же в оправдание канта действительно можно сказать ну как не знал вот вот прорвались враги как говорится ну что делать как как это может быть вот просто просто не не прочитал нужные тексты и тогда они были не так распространены а пинкер пинкер возьми почитай почитай какие моральные убеждения у разных людей в разные культуры в разные эпохи были перед тем как что-то это говорить но утверждение о том что у всех людей одинаковое моральное отношение к убийству и изнасилованию ну а это же это блинная шизофрения по моему я просто я просто не понимаю но как это можно доказывать если это просто не так ну и тогда подавляющее большинство наших предков были больными если они были больными чем мы не больные тогда как-то вообще происходит почему буквально там за два столетия нормы меняются с одних на другие колоссально как-то вообще объяснит какой-нибудь пинкер да никак не объяснит просто плевать пинкеру любой пинкеру нас все To культура логию историю религиоведения чем можно понять почему кант не шарил kant жил совершенно другом обществе окей не вопрос но сейчас для преодоления релятивизма подобного до которые сейчас вот морального релятивизма для преодоления морального релятивизма на от затратить достаточно много усилий потому что надо объяснить очень много фактов вы считаете что ваши моральные предписания например христианские например христианские являются собственно моральными фактами они общие для всех нормальных людей теперь надо объяснять а как получилось так что подавляющем большинстве обществ христианская мораль не работает причем можно рассуждать по разным аспектам но убийство плюс-минус в рамках одного класса в рамках одного такого своего сообщества наверное не запрещены но например кто-то выше по классу может убить того кто ниже по классу при этом не испытывая никаких моральных угрызений совести более того если это тот кто выше по классу будет убивать того кто ниже по классу даже те кто ниже по классу может быть даже не сильно буду чувствовать при этом какой-то но чувство аморальности но убили убили бывает бывает такое происходит но виноват сам видимо если вы убили хозяин решил ну хозяин убил то есть за казни за убийство за приказы вот эти вот людей обычно не называли аморальными ужасными сколько казни конечно было конечно да если речь идет на просто тотальном геноциде то наверное уже речь немножко по-другому ставится но само по себе убийство она не была на сто процентов табуирована и тут вопрос обычно до в классах заключался человек своего класса чаще всего ты убить просто так не мог а вот не просто так мог например дуэль практика дуэли которые в россии было не так давно до их пытались запретить эти дуэли но под вполне рациональным причинам не потому что убивать плохо а то что вы лишаетесь во первых очень хороших кадров то есть все эти высокообразованные дворяне и бояре и все остальные это очень важные люди для своего общества и так немного и так блин немного вот у вас офицеры вот у вас генералы выполняющие важные функции вот у вас там поэты писатели еще проще замечательные ребята образованные замечательные на них общество потратило кучу усилий чтобы таких их сделать эти придурки друг друга перестреливают неожиданно ну понятно почему да это было запрещено и не только с точки зрения моральных ограничений но при этом люди они нормально к этому относились участвовали в дуэлях убивали да иногда кару какую-то им за это давали но это просто было принято можно с легкостью сказать я не люблю брокколи но ты ешь если хочешь мне все равно но никто не скажет мне не нравится убийство но если хочешь убить кого-нибудь я не возражаю буддисты могли бы так сказать например что нет наше нравственное чувство разрешает агрессия разрешает агрессию против других как способ предотвратить аморальные действия наказать за них так наше нравственное чувство разрешает агрессию против других как способ предотвратить аморальные действия наказать за них а ну то есть если с оправданием то это уже тупо другое дело механизмы работают так а он хотел на меня напасть и ножом его убить мое почтение шикарно мне кстати кажется что пинкер стал жертвой наших цивилизационных особенностей наша мораль формировалась на догмах платона и христианство а также наше представление о справедливости но тоже также там же формировались мне видится что платон и христиане победили в нашей культуре относительно случайно то есть не было никакой биологической подложки которая помогла бы им это сделать а вот пинкер видимо считает что платон и христиане отразили в своих учениях сам код природы то есть те нравственные установления которые она в нас вложила мне видится что это крайне маловероятно каким образом тогда появились из появлялись и существовали другие философские школы с другими раз другими нравственными системами почему некоторые из них закрепились в веках почему подходы были столь противоположные разнообразны почему целое общество противоречили подобной морали ответов конечно не будет от пинкера ибо ну и ну и хотя ответы даже надо читать надо размышлять ну нафиг нравственное чувство это устройство точно такое же как и стереотипическое зрение или интуитивные представления о числах которых тоже нет это совокупность нейронных сетей собрана наспех из более старых частей мозга доставшихся нам в наследство от приматов и приспособленная к этой работе естественным отбором чем мы заходим дальше тем попадаем во все больше и больший мир научной сказки или научного мифа все что можно притянуть к биологии теперь будет не притягиваться например нравственное чувство относительно которого у нас даже оснований нет полагать что она есть но она теперь есть биологии считайте ну ладно культуре принято что есть от канда например того же а значит надо вписать это в биологию также непонятно что за интуитивные представления о числах пинкер ранее рассказывал разные интуитивные представления но так и не смог показать что они реально есть и что они интуитивные конкретно короче это предположение это продолжение формулировки научного мифа где в шизофреническом потоке перемешиваются разные образы и понятия из культуры они помещаются в науку и на скорую руку обретают наукообразную форму печально ой а вот история пошла джулии марк брат и сестра пишет пинкер на летних каникулах в колледже они вместе путешествуют по франции однажды ночью они были одни в палатке на пляже они решили что будет интересно и забавно попробовать заняться любовью по крайней мере это будет новый опыт для каждого из них джулия уже принимала противозначаточные таблетки но марк использовал и презерватив тоже просто для безопасности им обоим понравилось но они решили никогда больше этого не делать они сохранили эту ночь как свой особый секрет что сделал их еще ближе друг другу что вы думаете по этому поводу были ли нормально для них заниматься любовью да да вообще не вопрос психолог хайдет и его коллеги рассказывали эту историю множество людей большинство из них моментально заявляли то что делали марк и джулия было неправильно и затем начинали подыскивать причины почему они говорили об опасности близкородственного скрещивания но им напомнили что брат и сестра использовали два вида контрацепции они предполагали что джулии марк должны быть эмоционально травмированы но в то в истории ясно сказано что этого не случилось они доказывали что это действие могло оскорбить общество но затем вспомнили что пола репара решила держать это в секрете они считали что это может навредить будущим отношениям но признали что джулии марк договорились никогда не делать этого снова в итоге многие респонденты признавались я не знаю я не могу объяснить почему но я просто знаю что это неправильно опять пинкеровская шизофрения какая-то показная история она не говорит что у нас есть врожденное нравственное чувство если это его лучший пример то мы имеем дело с малоумным и сумасшедшим человеком какой-то опрашиваемый не смог ответить почему это плохо лол значит это биология значит это врождено да ну тут можно усматривать многочисленные культурные влияния кроме того я не вполне уверен что люди могут осознавать кровные связи друг с другом на биологическом уровне само понятие брат и сестра скорее социальные мы не ощущаем братьев и сестер мы узнаем о них в процессе воспитания кроме того форма отношения к ним мы тоже вырабатываем в процессе воспитания мы не можем отыскать братьев и сестер в мире которые нас постоянно в котором нас постоянно разлучают мы не сможем просто а вот мой брат я нашел брата у меня чутье кровавое есть нет то есть мы братьев и сестер распознаем чисто социально неожиданно я не знаю у нас нет биологических датчиков опознания братьев и сестер кроме того инцест это обычное дело в деревнях и даже среди знатных семей прошлого без определенной культуры у нас нет никаких механизмов которые бы противостояли инцесту без культуры табуирующий инцест люди им занимаются это факт 2 ну то есть в деревнях например или например вот в таких вот закрытых аристократических сообществах 2 если людей воспитывать так что инцест допустим то он будет допустим более того вероятно братья и сестры очень часто будут спать друг с другом потому что они самые близкие друг другу люди одного возраста плюс минус да которые проводят в одном помещении ну в одном доме например достаточно много времени это конечно все еще не факт но это можно попробовать проверить а скорее вот на это ставлю чем на пинкеровскую врожденную идею анти инцеста скорее всего при снятии табу с инцеста и тем более с его поощрение и тем более с его поощрением в жизни каждого молодого человека одним из первых сексуальных контактов будет контакт с сестрой или братом не исключая двоюродных и троюродных почти наверняка то есть я я готов просто поспорить за безабинства забиться против науки что в случае отмены табу реально отменяем табу все инцест заебись давайте воспитывать давайте проведем мы из эксперимент шутка шутка да мы не сможем это морально проводить такой эксперимент но давайте по представим себе такой мыслительный эксперимент в котором принимает участие самого раннего возраста дети братья и сестры мы даже заранее будем говорить а вы брат и сестра, вы от одной матери. И ничего не будем говорить им про инцест. И даже наоборот будем показывать им фильмы, где инцест допустим. Например, ну может не с самого детства, а с подросткового возраста, допустим, уже. Когда им уже можно будет смотреть такую порнушку, так скажем. Будем показывать фильмы, где инцест показывается с хорошей стороны. Например, где инцест не будет осуждаться. То есть в их мире просто не будет осуждения инцеста, и будет некое поощрение инцеста. Вопрос. При такой ситуации, Когда вроде бы все склоняет к инцесту, и когда вот брат и сестра в одном доме проживают вместе, будут ли они заниматься сексом? Займутся ли они сексом хотя бы один раз? И что они будут после этого испытывать? Мои ответы здесь довольно простые. Ничего они будут испытывать, сексом они займутся. С очень большой вероятностью. Наверное. Я могу в этом сомневаться, но, наверное, это так. Я делаю ставку на это. Соответственно. Ну и что? Ну и что дальше? Мне кажется, Пинкер категорически переоценивает влияние природы, что бы это ни значило, человека на его поведение. Как минимум, мы хорошо знаем, что человек не нуждается в сложных инстинктах, потому что без них ему оказывается в целом лучше. Он более адаптивен. Лучше уметь своим умом реагировать на обстоятельства, чем полагаться на инстинкт, который может оказаться бесполезным и даже смертельным в тех или иных обстоятельствах. Пинкер же рисует картины, еще более мрачные, чем инстинкты. Он буквально в этой главе начал рассказывать о врожденных идеях, которые действительно уже противоречат теории чистого разума. Он буквально говорит о врожденном нравственном чувстве и чувстве справедливости. Хотя и то, и другое недавнее изобретение человечества. Притом нравственность будет постарше справедливости. Также важно понять, что карать и наказывать можно не из чувства справедливости, а из желания уберечь себя от последствий чужой жестокости. Например, так и поступают радикальные феминистки. Они хотят сажать мужчин за малейшие проступки на очень большие сроки, но не потому, что этого требует реальная справедливость, а потому, что они сознают, что мужчины для них потенциально опасны. Вообще у людей выработано множество разных ментальных, культурных механизмов. Не знаю, насколько они, собственно, биологические, но выработано много, и они во многом культурные, которые позволяют поддерживать одни и те же практики. И в этом плане человек в этих областях совсем не нуждается в биологии. И опять же, если мы исследуем, как говорил Уильям О'Кам, не умножая сущности сверхнеобходимого, биологи и биологизаторы часто без должных доказательств пытаются навязать окружающим свои нелепые догадки, часто не имея на руках достаточных доказательств. Они начинают использовать свои эмпирические статьи, но при прочтении статей оказывается, что они не так использовали те или иные слова, или что сделали не единственно возможный вывод, или вообще провели эксперимент неправильно. Но умножить объяснительные сущности своей биологии, они всегда все равно неистово пытаются и рады. В чем проблема заключается? Вот у нас есть культурологическое объяснение огромного количества явлений. Пинкер нам предлагает, а давайте объяснять и культурологически, и биологически с уклоном в биологию. На самом деле, потому что культурология фигня, и факты из культурологии мы учитывать не будем, потому что я ее не считал, как-то так. Окей, хорошо, но тогда мы удваиваем сущности. Более того, когда Пинкер не предлагает нам достаточных доказательств для того, чтобы принять в данном вопросе биологию, мы просто умножаем сущности без необходимости. Мы просто умножаем сущности. То есть культура здесь является более базовой. Во-первых, потому что она раньше начала исследовать тот или иной предмет. А во-вторых, она является простой объяснительной моделью для тех или иных явлений. Кстати, генетический детерминизм, это тоже очень простая модель в этом плане. То есть 100% ну или очень большая, очень многопроцентная вот эта вот культурологическая схема против абсолютного чистого генетического детерминизма, они в принципе по уровню простоты равны. Но генетический детерминизм, на мой взгляд, критики вообще не выдерживает. То есть он просто сразу распадается, просто потому что очевидно, что какие-то культурные процессы, среда как-то влияют. Собственно, слишком это очевидно, чтобы вообще проигнорировать влияние так называемой культуры. Ну и на гены вообще все вокруг списать нельзя, потому что есть другие люди с другими генами, которые на вас воздействуют, вас пиздят, вам там руки-ноги могут отрывать и так далее. То есть 100% генетический детерминизм мне кажется совсем неприемлемым. Ну нет, 100% культурология тоже смотрится категорически странно, просто ввиду того, что мяг, но менее странно. И тут вопрос, да, к чему мы будем склоняться, ближе к детерминизму генетическому или к культурологическому детерминизму тоже у нас чаще всего получается. Подход с точки зрения культурологии, на мой взгляд, нам обеспечивает соблюдение бритвокума. Ну хорошо это или плохо, я вот не знаю, я не любитель бритвокума, но вот обеспечивает, по крайней мере. А ученые, наверное, должны заботиться о том, чтобы их суждения соответствовали бритвокуму. Продолжаем. Эти убеждения имеют мало чего общего с моральными суждениями, которые можно обосновать с точки зрения принесенного ими счастья или страдания. Они продукт нейробиологического эволюционного устройства, который мы называем нравственным чувством. Кто мы? Ты тут один сидишь, пинкер. Вообще не удивительно, что биологи продолжают исследование своих предков в нашей культуре и используют их язык, не всегда его правильно понимая. Отсюда и происходят множественные ошибки. Например, человеку приписывается какое-то нравственное чувство. Некоторое время назад Хайдет свел воедино данные о естественной истории эмоций, составляющих нравственное чувство. Они делятся на четыре основных семейства. Как раз такие, как можно было ожидать, учитывая теорию триверса о взаимном альтруизме. И результаты компьютерного моделирования эволюции сотрудничества. Эмоции порицания других, презрения, гнев и отвращения побуждают наказывать обманщиков. Эмоции восхваления других, благодарность и эмоции, которые можно называть поклонением, восхищением и признательностью, побуждают вознаграждать альтруистов. Эмоции, сопереживание другим, сочувствие, сострадание и эмпатия побуждают помогать нуждающимся. И, наконец, эмоции, направленные на себя, вина, стыд и смущение, побуждают избегать обмана и исправлять его последствия. Важно помнить, что у нас сейчас имеются тренд и мода на науку и научные убеждения. А потому убеждения, которые соотносятся с научным мифом, оказываются более предпочтительными в любых сообществах, по большей части. В любых академических сообществах. Мы имеем дело с очередной недоказанной классификацией, которая, как думает Пинкер, что-то нам додоказывает. Очень жалко, что многим людям не требуется никаких доказательств, чтобы поверить в написанное. Пинкер буквально работает по схеме, есть авторитетный человек X, который пишет что-то, что соотносится с биологией. Всё, этого достаточно, больше не надо. Вы должны это принять, потому что человек авторитетный. Наряду с этими видами эмоций мы обнаруживаем три области морали. В каждой из которых моральные суждения формулируются по-своему. Этика независимости относится к индивидуальным интересам и правилам. В качестве главной добродетели здесь выступает справедливость. Этика независимости – самая суть морали. Как её понимают неверующие образованные представители западной культуры. Этика общности свойственна обычаям социальной группы. Она включает в себя ценности вроде долга, уважения, соблюдения договорённостей и почтения к иерархии. Этика божественности касается чувства высшей чистоты и святости, которая противопоставляется чувству загрязнения и осквернения. А как тогда может быть, что есть целая популяция, где этика божественности не представлена? Почему не у всех людей с представлением справедливости? Например, у меня нет представления о справедливости. Почему многим свойственно уходить от этики общности? Я, например, не чувствую ни одну из этих этик в себе и не руководствуюсь ни одной. Для меня все рассуждения Пинкера выглядят как научные маняфантазии, которые выдумывают учёные, исходя из своих ошибок и предвзятосоставленных опытов, проверяющих их предрассудки. И я знаю множество людей, которые в этом со мной похожи. Пинкер рассказывает о результатах экспериментов, а я не могу применить их на себя. То есть я являюсь фальсификатом, я являюсь исключением из правил. Это плохо. Для меня лично это выглядит довольно плохо. Не на многих других людях. Понимаете, я здесь не один, я не просто болен, получается. Например, я не просто социопат, я знаю ещё много, видимо, других социопатов. Вот такая вот история. Не на ту или иную картину культурного мира, которую я имею. Некоторые знания в культурологии, религиоведении, истории и философии, то есть реальный опыт поколений, который длился тысячелетиями, противоречат тем открытиям и результатам опытов, о которых рассказывает Пинкер. А именно поэтому я решаю, что Пинкер глубоко заблуждается, как и многие биологи, нейроучёные, когнитивисты и так далее. Может быть они не заблуждаются, но я здесь скорее склонен полагать, что это так. Они не знают слишком многого, их выборка неполна и крайне ограничена. А потому их вывод оказывается неверным, скорее всего. И противоречащий простейшим фактам о мире. Некоторые из которых мы знаем со школы. Они, в смысле биологи, торопятся сделать ультимативный вывод о тотальной биологизации, потому что только эта призма рассмотрения окружающего мира им и доступна. Ещё одна странная особенность моральных эмоций. То, что их можно включать и выключать словно тумблер. Такие приключения в уме называются морализацией и аморализацией. И некоторое время назад их стали изучать в лаборатории Пола Розина. Суть процесса – смена образа мыслей, который судит о поведении с точки зрения предпочтений, на образ мыслей, который судит о поведении с точки зрения ценностей. И, как по мне, мешанин разнородных опытов указывает на очень разные выводы. А Пинкер с большим трудом пытается всё рационализировать в рамках одной корзины. Картины или корзины, вообще не важно, картины мира. И у него не получается. О каком-то врождённом нравственном чувстве может идти речь, если его можно легко включать и выключать, а его можно вообще навсегда выключить. Но получается, может, я его выключил вообще когда-то и всё включить не могу. Я не знаю. И тем более, если от него можно избавиться. Люди меняют моральные убеждения. Это факт. Врождённое разве может включаться и выключаться или меняться прям полностью? А также меняться на что-то другое. Ну, даже если включать и выключать можно, то, вероятно, это не очень сходится с нравственным чувством. Так что врождённое нравственное чувство, как оно вообще может меняться? Оно не такое же врождённое получается. Короче, как-то сложно. Проблема заключается в том, что Пинкер делает громкие и удобные для себя выводы из тех опытов, которые не обязуют делать такие выводы. Можно было бы избежать множества ошибок, если бы учёные так не подходили к познанию и не делали поспешных натуралистических выводов. Но так работают все дисциплины. Социология без проблем опишет весь мир в своих терминах. Культурология в своих. Религиоведение при желании может описать в своих терминах многочисленные человеческие общности, включая науку. Так почему бы биология не сделать то же самое? Тем более биология привилегирована в глазах обывателя, и обычный человек относится к ней крайне некритично. Так вот, разница чаще всего в том и состоит, что представители социологии, культурологии и религиоведения осознают, что они смотрят на мир через некую методологическую призму, от которой во многом зависит объект исследования и полученные выводы. Биологи и биологизаторы, их поклонники, чаще всего этого не осознают и ставят себя выше прочих в познавательной иерархии, буквально заявляя, что за ними будет последнее слово во всех вопросах от морали до построения общества. Ибо все это скрывается в биологии. И вот они, разные биологи, начинают исследовать проблему, заменять общеупотребимые термины, создавать свои абстрактные представления по тому или иному вопросу, допускать многочисленные ошибки и не учитывать большую часть фактов в той или иной области, в тех или иных дисциплинах. И научная картина мира уже перекидывается на сферы смеженной социологии, культурологии, религиоведения. Это обычное дело в современном мире. И для биологов это все вполне легально позволяется, потому что у них общественные привилегии в области познания. Ведь все люди знают, что глупые гуманитарии, в скобочках, социологи, культурологи, философы, религиоведы, просто пустозвоны, а мудрейшие представители точных естественных наук наконец-то покажут нам, а в чем все это время заблуждались тупые гуманитарии. Технарям же для этого не нужно фактов. И терминов знать не нужно. Они все сами придумают и опыты поставят. И вот уже любовь это какой-то гормон, а нравственность врождена неожиданно. Более того, в этой главе Пинкер апеллирует мнению даже не столько биологов, сколько психологов, подвержившихся биологизаторству головного мозга. Вот и все. В другом исследовании, пишет Пинкер, людей спрашивали об администраторе больницы, который должен решить, на что потратить 1 миллион. На пересадку печени больному ребенку или на нужды медицинского учреждения, соответственно. И участники опроса не только хотели наказать администратора, если он потратил деньги на больницу, они хотели наказать его еще и в том случае, если он слишком долго думал, прежде чем принять решение в пользу ребенка. Ну, это говорит не в пользу интеллектуальных способностей людей, а в пользу больницы, очевидно. Одна больница может вылечить огромное количество людей. Ребенок, ну, типа, пока. Пока, малыш, тебе здесь не место. Сорян. Абсолютно не иронично. Я не знаю, у кого может быть такое внутреннее, собственно, чувство. Я просто не понимаю. Я просто не понимаю, кто реально может так думать. Это прям идиотизм же. Это олигофрения просто, ну, десятикратного размера. Я, блин, я не хочу жить в мире, где люди вот так вот думают. Это же кринж. Вы понимаете, да, что больница, в одной больнице, на которой будут потрачены деньги, там, на ее аппаратуру, на качество специалистов, на повышение квалификации тех или иных докторов, вот эти вот доктора, специалисты, все эти технологии, они могут спасти много детей. А если этих технологий в больнице не будет, то не будут поставлены многие диагнозы, особенно тоже детям в том числе. Не будут поставлены многие, в общем-то, диагнозы взрослым людям, в том числе и старикам, кстати, тоже не будут поставлены. То есть, ради одного ебанутого, простите, ребенка, тратить один миллион вместо того, чтобы тратить его на всю больницу, которая может вылечить сразу несколько детей, это из разряда идиотизма полного. Это просто деградация, это жесть. Это как выбирать вместо одного. Вот вам задают вопрос, а на лечение скольких детей вы бы потратили один миллион долларов? Одного или нескольких? И вы такие, одного! Ну, просто тут проблема, и в этом и заключается, что вам нужно буквально сделать один виток мышления. Чуть-чуть-чуть-чуть так подумать. Блин, а ведь больница-то, да? Больница, она лечит огромное количество людей, в том числе детей. Если один миллион уйдет на одного ребенка, может быть, он вылечится, может быть, он не вылечится, кстати, еще неизвестно заранее. Допустим, он вылечится, ну, слуха, ребенку будет хорошо, а зато всем остальным будет плохо. И всем детям, которые там будут лечиться, тоже будет плохо. Это же какая деградация, ребята, это какая деградация? Не, ну, допустим, действительно, большинство участников опроса не только хотели наказать администратора, если он потратил деньги на больницу. Наказать администратора за то, что он принял правильное, единственно правильное в данной задаче решение. Я бы наказал администратора, если он принял бы противоположное решение. Понимаете, в чем дело? Таких людей по закону надо наказывать, потому что это кринж, это кринж, это просто кринж. То есть, это буквально выбрать между одним и несколькими детьми одного. И людьми вообще. Куча детей, людей, и стариков, вообще всех вместе, да, взрослых и стариков имеется в виду. Вместо их всех выбрать одного ребенка, прикиньте, это... В таком случае реально надо наказывать. Это неправильное распоряжение средствами, соответственно, в медицинском учреждении. Тогда надо наказывать, тогда надо сажать в тюрьму ублюдка просто. Кринж. Ну, все, конец. Да. В предисловии, пишет Пенкер, я назвал чистый лист священной доктриной, идею человеческой природы, современным табо. Вот, вот оно. Чистый лист современной священной доктриной, идею человеческой природы, современным табо. Только проблема заключается в том, что все в точности да наоборот. Почти каждый правак и левак апеллирует к человеческой природе. И подстраивает ее под свои представления. В текстах и речах огромного количества людей можно услышать совосочетание природы человека. И она приводится в качестве доказательства тех или иных аспектов социальной, культурной или психологической жизни. Природа человека – это и есть современная священная доктрина. А кто реально базируется на чистом листе? Кто реально это признает? Даже те, кого Пенкер перечислил, не говорят, что придерживаются концепции чистого листа, даже по его признаниям. Люди, как ни странно, наоборот, оправдываются, мол, нет, мы не придерживаемся концепции чистого листа. Так может, наоборот, все-таки, концепция чистого листа – это табу все-таки, потому что о ней не принято говорить, но ее как будто бы все придерживаются. А природа человека – это наоборот не табу, это наоборот получается священная доктрина, потому что все к ней апеллируют буквально все говорят а нет 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 вот природа человека такого и вдруг анкапы такие а нет природа человека эгоистично а потом и христиане нет природа человека морально и все таки все про природу человека пытаются говорить и как-то научного аргументировать к статьям разными так далее и как же тогда чистый лист может быть священным хотя в нем о нем мало кто упоминает а природа человека на который дрочит каждый второй человек в мире, вдруг оказывается табу. Рассуждения Пинкера слишком ангажированы в этом плане, и это очевидно. Вот мы и закончили еще одну, еще один раздел в книге Пинкера, друзья. Что мы можем по этому разделу сказать? Это, конечно, кринж. Это, конечно, кринж. Это, конечно, полный кринж. Наверное, один из самых слабых разделов. Ну, хотя нет, второй раздел был очень слабым, ввиду того, что это чисто рассуждение про этику своих оппонентов, такое себе, честно говоря. Из разряда тупости какой-то тоже. То есть, вторая глава вообще как-то никуда не годится. То есть, читать ее мэх, мэх, короче, не приходится. А вот из важного, а вот из важного, а вот из важного, да, что из интересного было? Ну, эксперименты некоторые интересные психологически. Интересные? Интересные, допустим. Интересно, как они, правда, проводились. Более подробно это бы изучить неплохо было бы, да? Так, в целом, ну, типа, интересно. На самом деле интересно. Если бы он просто потратил всю свою книгу на пересказ того, как эти эксперименты проводились, что в них было, что учитывалось, какое количество людей принимало участие, там, как группы были разделены исследовательские, как там было то, третье, пятое, десятое производилось, да? Вместо вот этих вот далеко идущих выводов было бы куда лучше, на самом деле. Ну, то есть, действительно, дал бы нам Пинкер возможность, собственно, он сделал бы нормальный обзор статей, хоть и может быть немножко упрощенный, но нормальный обзор статей, который можно было бы нам прочитать, а потом мы бы уже сами сделали выводы, следует ли из этого, что там чистого листа нет, следует ли из этого, что культура не так сильно воздействует на человека, а вот гены реально воздействуют. Дал бы он нам возможность делать эти выводы, Но вместо этого он делает выводы сам и делает их скорее неправильно, чем правильно. Но с другой стороны, с другой стороны, не до конца понятно, насколько глубоко эти статьи проработаны, потому что объективно я все эти статьи читать тоже не буду. Я уже перед началом разбора критики вот этого чистого листа, я прочитал Лока. Мне уже этого достаточно, на самом деле. Я подготовился к этому материалу через философию, да, то есть я в основном провергаю философские заходы. Если бы я еще и научные опровергал, ну, мне кажется, там вообще мега разнос получился бы, и на самом деле этого не требуется. Ну и от Пинкера-то тоже неплохо было бы, чтобы он приводил не просто статьи, какие-то рандомные материалы экспериментов, а подробно их описывал, говорил, как они производились вот в точности, а не то, как вот он перечислил всю эту проблематику с близнецами, например, или еще с кем-нибудь. Было бы куда лучше, если бы Пинкер постарался с подбором материалов, на мой взгляд. Да, он на сериал и так подобрал, но если бы он еще не просто их подобрал, если бы он их нормально объяснил, разъяснил и сказал, почему по-другому, например, мыслить, исходя из этих данных, нельзя, это был бы совершенно другой разговор. Но можно. Но, к сожалению, можно, и Пинкер заблуждается, исходя из своих же собственных слов в данной книжке. Сама по себе книга оказывается крайне неубедительной и содержит в себе множество разных ошибок. И зря Пинкер в философию полез, даже иногда философы зря в философию лезут разную, так что тут такое. То есть, да, даже ребята, которые философией занимаются, очень часто не могут понимать концепты коллег, так скажем. То есть, не всем быть кантианцами, не всем быть перепатетиками, не всем быть платониками, не всем быть скептиками. То есть, тут как-то такое взаимное поверхностное понимание даже у философов присутствует. Не всем быть постмодернистами. Тоже, да? То есть, мы обратим внимание, что я, например, я признаю, что я, например, небольшой специалист в Канте. Небольшой специалист. Я не специалист в Локе, я просто открыл его книжку, посмотрел, процитировал, узнал что-то. Я вообще небольшой специалист во многих направлениях философии, кроме, ну, например, скептицизма. Скептицизм вот эта тема, соответственно. Здесь я много чего насчитал и, в принципе, могу отличить кринж от не кринжа, соответственно, да? Что я еще могу рассказать? Про некоторые античные, в общем-то, учения тоже могу многое рассказать, соответственно, в них нормально разбираюсь. Есть отдельные философы, более современные, которые тоже являются частью моей специализации. Типа, там, не знаю, Ницше какого-нибудь. И то я Ницше знаю, скорее, несколько хуже, чем Ежа знает Ницше. Имеется в виду. Ну, просто потому, что Ницше мне вполне импонировал на протяжении долгого времени. Я прочитал все его книжки и по нескольку раз, и, в принципе, многое, что я помню. Правда, я читал Ницше лет 10 назад полностью, да, полностью несколько раз я его перечитывал несколько лет, 10 лет назад, чтобы это тоже важно понимать. Так что все-таки некоторые остаточные впечатления о Ницше у меня могут быть тоже неправильные. Важно понимать, что, да, я не являюсь специалистом по Ницше, который постоянно читает о нем информацию, читает о нем информацию на иностранных языках, на немецком, например, и постоянно ее возобновляет. Это тоже важно. То есть, даже мы, философы, как бы не являемся специалистами по всем философам. Это принципиально важная идея. И Пинкер не обязан быть специалистом по всем философам. Это тоже принципиально важная идея. Но если вы критикуете Лока, если вся ваша книжка посвящена критике концепции Лока, неплохо было бы открыть Лока первоначально. Не просто один раз в начале книжки его процитировать, а реально открыть Лока, прочитать, о чем там речь и что там где ему противоречит. Правда, вот в данной главе наконец-то реально приоткрываются какие-то вещи, которые действительно похожи на те самые принципы и идеи, которых в чистом разуме быть не должно по Локу. Только, наверное, проблема здесь заключается в том, что эксперименты, так или иначе, которые подтверждают наличие этих самых, этого нравственного чувства, они как раз являются самыми слабыми из всех приведенных. То есть, когда мы говорили о Близнецовом методе, например, исследовании, что он, по мнению Пинкера, подтверждал, там не было идей, там не было, в общем-то, принципов, понимаете. Там были какие-то предрасположенности, по большей части, подтверждались предрасположенности. А что у нас здесь? Здесь у нас есть нравственное чувство. Нравственное чувство, мы обычно как идею это воспринимаем некоторую. Окей, значит, действительно чистый лист сломлен, Лок действительно поражен, Лок действительно уничтожен должен быть в данный момент. Если это правда, то да. То есть, да, если результаты экспериментов действительно соответствуют истине, действительности, то да. Но просто проблема заключается в том, что эти эксперименты, которые здесь приводит Лок, самые наименее достоверные из всех, которые он выше рассматривал. Вот. Здесь реально есть с чем поспорить. Здесь реально просто есть с чем поспорить. Они вообще совершенно, совершенно не доказывают наличие нравственного чувства у человека. И Пинкеру просто приходится потом маняфантазии научные придумывать и объяснять, как это биологически, вот это все обусловлено и так далее, так далее, так далее. То есть, в этом и заключается проблема. То есть, тот самый аспект, тот самый важный аспект, который мог бы опровергнуть Лока, в конце все равно, ну, выглядит довольно шатко все-таки. И я понимаю, почему Пинкер в начале своих рассуждений, когда он опровергал Лока, он не начал употреблять, ну, не начал к этой концепции непосредственно на нее вообще ссылаться. Потому что она наименее всего доказана. Она наименее убедительно выглядит даже. Для того, чтобы ее оспорить, просто достаточно посмотреть на саму структуру эксперимента и сказать, ну, вообще-то это, ну, вообще-то, вообще-то слишком легко культурно объясняется. Людям не нравится инцест, и что? И что с того? Не нравится людям инцест, какой ужас. И так далее, так далее, так далее. То есть, почти все, почти все опыты, которые здесь Пинкер приводил, из них просто следуют нереально далеко идущие выводы. Прям вот, прям вот, 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 вот опыт был проведен, и получилось, что люди не одобряют инцест, поэтому есть нравственное чувство внутри человека, оно биологически обусловлено революцией, там, да-да-да-да-да-да, бу-бу-бу-бу-бу. И я такой, ам, так, стоп, так, стоп, Пинкер, осторожно, подожди, подожди, Пинкер, остановись, пожалуйста. Ты куда-то улетаешь сейчас, ты, ты что-то слишком быстро делаешь выводы. Я не успеваю за твоей скоростью мысли, слишком, слишком быстродейственно, слишком, слишком мощно это. Пинкер, будь добр, да, помедленней, помедленней. Как из того, что людям не нравится инцест, даже вот, ну, с точки зрения рационального, подтверждает, да, что чувство антиинцистизма врождено в человека. Расскажи нам, пожалуйста, Пинкер, расскажи, почему это врожденное качество. Не расскажет. Про убийство, там, изнасилование, там тоже такая чепуха, которая просто противоречит истории всей нашей жизни. Так что здесь тоже непонятно, о чем речь идет. И так далее, так далее, так далее. То есть, к большому сожалению, почти все вещи, которые здесь реально противоречат чистому листу, они все так ничтожно сформулированы. И там настолько далеко идущие выводы, что в других статьях, в других материалах, в других главах настолько далеко идущих выводов просто не будет. Пинкер нигде больше таких колоссальных скачков не делает. То есть, нету такого, чтобы, там, это, инцест, все против инцеста, это нравственное чувство. Нет, такого больше нигде нет. То есть, в других местах Пинкер более обстоятельно, что ли, рассказывает. Не обосновывает, не доказывает, но более обстоятельно рассказывает, и там более понятно, а почему он пришел к такой идее. А в данном случае, вообще непонятно, в целом. Типа, люди раньше не знали, что люди осуждают инцест. Типа, блин, ну и что? Ну и что? Ну и что с того? Ладно, друзья, спасибо вам большое за заказ. Большое спасибо Малику и Марку Суготу. Марку Суготу спасибо. Борисову большое спасибо нашему товарищу за вот это прекрасное видео и за все прочие прекрасные видео, которые будут еще впереди и позади сегодня, и завтра, и позавчера, и вчера, и так далее. Ну, вы поняли? Ребят, я вас всех люблю. Соответственно, приходите на стримы, задавайте вопросы, давайте общаться. Я вас дичайшим образом, в общем-то, обнимаю. И желаю вам всего самого хорошего. Увидимся с вами на стримах и на других видео. Приходите ко мне, пожалуйста. Я буду всегда рад с вами подискутировать на разные темы, особенно за донаты, как говорится, обсудить разные видео, материалы и контент. Все.